Приветствую всех, а кого не приветствует, того еще приветствую. Привет человека по второму, а если Андрей у тебя такой стрёмной ракурс, почему я так плохо выгляжу? Себя так плохо выглядишь, какой ужас. Я сейчас увидел, что я там чуть-чуть наушниками задался пришло. Запустили спустя сколько? Полчаса всего лишь. Самый счастливый человек на стриме прямо сейчас, я гарантирую. Как бы, что мы наконец-то вернулись к Вахе. Сколько мы Ваху не стримили? Выглядит так, как будто Андрей в другой комнате, в смысле, в другом доме в принципе. Я с другой вселенной вообще подрубаюсь. Ты думал, Джинч вообще как работает, я тут из варпа вообще вещаю. У Джинча хреновый цветокор, если честно. Я тоже так думаю, но че то поделать, че то поделать. Надо, конечно, было бы чего-нибудь накинуть тепла. Накинуть варп даст, например, надо было, я считаю. Найс, смайл, валидос. Повторю это уже который раз, но смайл-то найс. Наверное, никто вообще нифига не помнит, что происходит. Ни игроки, ни тем более. Ставьте лайк, если не помнишь. Ставьте лайк, если не помнишь. Или просто. Ну, короче, это одно и то. Че? Это... Че? Неправильный меч, короче. Такой можно. Привет, привет, чат, привет. Я не понял просто, что ты имеешь ввиду. Ладно, не суть. Привет, привет. Поменим глазки. В смысле поменим глазки? Коротко, вот мега коротко о том, что вообще происходило за все это грёбанное... Нет, не отдельно. Ну, как бы отдельно, но не отдельно. Это долгая история. В одной комнате. Короче. Нет. Я почти не могу дотронуться мячами. Не надо в меня тыкать мячами. Давным-давно наши Акалиты вообще в другой пати... Ещё. Нашли там какого-то Закса Хальтейна. И с того момента, собственно, и началось. Ты меня там... Че кидаешь? Зелегу. Ничего, читай дальше. Это... Это телекинез. Не надо тут. Мне надо вспомнить, как работает магнитическая сила. Да-да-да. У нас Псайкер уже забыл, что такое быть Псайкером. Он нелегальный Псайкер, если что. Он, да. Ну, тихо, никому только. Тущи, ребята. И... Как бы... Я думаю, не надо вообще с самого основания. Но с тех времен у нас достались там артефакты. Какой-то магистический шар, который был куплен Заксом Хальтейном у какого-то Эльдара. Которого поймали Нильс, Драка... Так, Драка, ну-ка, помахай в Драка. И Нильс. Да, Нильс, Драка... И вот... Тимоха был тогда, да? Нет. Эльдара ловил, да. Я с ним ловил. Стой, ты был вообще на другом персе, по-моему, да? Нет, Эльдара я ловил уже этим персом. А Машины Покаяния я был другим персом, да. Да, у нас чуть-чуть Инквизитор в другой вселенной, но это совсем другая история. Эльдаре надо подкнуть мечом, согласен с нами. Не надо тыкать в меня мечом. Неприятно будет. Неприятно. Так ты и не пробуй, не будешь. Он был женат на Dash, я думаю, все, он попробовал. А, ну да, круто. Меня ухожат каждый раз, вообще, с этих рофлов Dash. Это не рофлы? Это не смешно, да. Ты что, свою жену рофлом считаешь? Эй, я пришел еще больше реквизита. Ого! Можно считать анонсом ТикТоков? На ТикТоков подписывайтесь, ребята. Да-да, короче, дайте я уже все-таки договорю, блин. Ролевые игры не рофлы, вон пишет Саламандр, да. Вообще так-то орировать собрались, а не душнить, так что. Нильс, может быть очень кратко просто, что у тебя за перс, ты помнишь вообще? Нет? Ладно, поясню. Кто помнит перса, давайте, вот, хоть чуть-чуть. Вот, давай, начнем с тебя, потому что ты помнишь, остальных я сам, видимо, поясню. Ну, я такой, значит, высокородный мажорчик, который вырос в семье адептусов администратумов на Улидисалеуме. У него было тяжелое детство, о котором он предпочитает не рассказывать, но в результате его тяжелого детства он оказался не зарегистрированным псайкером. То есть он типа родился псайкером? Не псайкером? Да. Да. Спойлер получается, да? Окей. A little bit spoiler. Да, a little bit spoiler. В итоге он оказался псайкером, узнал о том, что его семья, точнее, в частности, его батя, пользуясь своим влиянием в адептусе администратуме, связался с не очень хорошими людьми, и делает не очень хорошие вещи, и так-то тренирует своего сынка, чтобы он тоже делал не очень хорошие вещи при помощи своих психосил, и решил, что нафиг все это, пора сваливать, и связался с инквизицей. Андрей, можно как-то чат побольше вывести, типа на экран, или поближе нам просто монитор поставить? Есть теория, потому что это? Нет. Вот, к сожалению, чат вам лучше чекать самостоятельно, там, по возможности. Я буду хайлайт показывать. Да, да, хайлайт и чат. Чего там, записывать все, что происходит? Ага, понимаю. А у кого фетиш? Я тоже не понял. Ладно. С Nils вообще была очень такая странная история. Нинс изначально у нас так-то был NPC в компании Скорб Мертвых, по-моему, да. В компании Скорб Мертвых, если что, можете посмотреть на ютубе, у нас записи того, как Нинс стала не NPC, а персонажем. Оксана настолько любит делать NPC-евыми персонажами, что сама стала NPC-евыми персонажами. У нас тут драка свалил. Печеньки забери на обратном пути, пожалуйста. Откуда? Вот. Да. И можно имики заодно. Да. В кого? Ну, в коробку. В итоге... Грузовик, чё, нади нафиг. В итоге Нинс у нас досталась Оксане. И... Нинс это у нас арбитр, которого там не уваржом бы в семье за то, что пошла в арбитр, будучи ранее высокородной. Из-за этого лютой чёртой семьёй. Это, в принципе, всё, что вам пока что надо знать, потому что всё равно, как говорится, никто большего и не вспомнит. Да. Тимоха, ты знаешь вообще, что такое твой пес? Потому что никто, по-моему, не знает, что это такое. Никто не знает, что это такое. Я не уравновешен, не надо в изолятор. Я не помню, что я. Ну, кажется, это чувак с Космофлота Империума, который в один прекрасный момент своей жизни просто решил стать, типа, крестоносцем. Потому что, ну ладно. Там, кажется, какая-то драматическая история была про то, что у него все умерли. Я не уверен, но всегда такие драматические истории. И все умирают. Ну, короче, да. Короче, это моряк-крестоносец, паладин. Газеба, где детей от меня. Ладно. Ну, а теперь всё-таки давайте с этого момента, как говорится, можно криповать то, что где начало, запоминать. Собственно, катка. Начало здесь, это что, да? Да-да-да. О, дерьмо. Не пугай, не пугай. Итак, что ж, Андрей, поздоровайся с чатом. Да-да-да. Ещё раздастся и... Не верь их внешности, ибо для честного человека Эльдар настолько же чудо... Всё, давай по-новой. Да-да-да. Не верь их внешности. Привет, сейчас! Сегодня суббота. Сколько, сколько? Два часа. Время хук-рожа. И мы наконец-то начинаем стримить Даркэрис. Ладно. Не верь их внешности, ибо для честного человека Эльдар настолько же чужаки, как ужасные тираниды или свирепые орки. Они капризны и непостоянны, нападают без причины и предупреждения. Не следует пытаться понять их, потому что там нечего понимать. Они — это случайная сила во Вселенной. Сейчас вы летите на корабле «Изгнанник». Давным-давно позаимствуем вашим инквизитором у механикос... Собственно, ковчегом механикос. Вы летите туда после небольшой, как бы, ситуации с варп-штормами по дороге, когда вы заглянули на планету Кристмилл. Если что, чекайте, как видите, на ютубе запись. И вы летите туда с конкретной целью. После взятого вами в заложники живьём, на удивление, Эльдар, имя которого, к сожалению, не помнит никто. Сейчас и никто не выговорит с первого раза. Да-да-да. Вы узнали приблизительные координаты планеты... Ну, я бы сказал, нет. Планеты так весьма точные. Вы узнали приблизительные координаты места на этой планете, где была совершена сделка и где, по полученной вами в результате допросов информации, должно находиться буквально-таки хранилище вот точно таких же чёмных шаров, которые были куплены... Был куплен... Один экземпляр, который был куплен Заксом Хальтейном. Перед тем, как мы всё-таки выйдем из варпа, вопрос. Вы хотите что-то подготовиться взять с собой там или типа того? Так, чисто в повествовательном. Ручной огнемёт. А что мы можем взять с собой? Ручной огнемёт? Мы же на этом, на Игнальнике, да? Да. Да-да-да. Вы пока что ещё в варпе, но вот буквально в течение там пары минут планируется выход. У меня есть стекной меч. У, мне не нужен ручной огнемёт, мне есть стекной меч. Да-да-да. А у меня лаз-пистолет. У меня ещё ручная пушка. И археотехнический ЛП. Лазерный пистолет. Археотех, понятно, забаним сейчас. Нельзя археотех. А, это тот самый имбовый. У меня ничего нет. Слушай, у тебя должны быть дубинкой. Наверное. Сейчас, поменяем музыку. Я полагаю, Нельзя реквизировать оружие, наверное. Ну, возможно. У тебя должна быть дубинка. У меня есть наручники. А дубинки нету? Там вообще вопрос к чату, слышно ли вообще музло у меня. Да, и слышно ли нас, и слышно ли грузовик чан за окном. Что такое разборный клятвенный механизм? Это кто? Ну, клятвенный механизм, это... Клятвенный механизм, это буквально аналог паспорта в Мире Улья Десалео. Но у нас его нет отличается. У меня есть. У нас есть. Да, но вы просто... Кстати, по-моему, у тебя трека так-то должен быть из Десалео. У меня есть... У тебя там какой-то должен быть пафосный. У меня фуражка есть. Там обычно у высокородных он такой, весь в стразах и вот это вот всё. Музыка громче голосов. Ок. У меня имперский мантик. Музыка громче голосов. Тише её сделай именно... Нет, 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 не здесь. Убейся. Убейся, да. Ты реально что-то её... Да на 50% делай тише. Да я думал её там убавить, потому что вдруг эхо есть. Я не осознаю его. Эээ, скажите, стало ли лучше это? Да. Стало ли эхо? И Андрей, не шепчи, зараза. Шепчи? Не шепчи. В смысле шеп... Я шептал. Ладно. Почти. Жаль, жаль. Блин, я мелкий. Это все ваши запросы, как я понимаю. Смотри, ну... Не хочешь себе это оружие репетировать, нет? Я не знаю, какая у меня была дубина? Электрическая. Просто по идее... Думаю, вам не так сильно что-то нужно просто взять, так сказать, с собой дополнительное... Подожди, я хочу себе костюм пустынника из дюны. Я его требую. Мы же на пустыню идём. Эээ, поскольку известно, что планета Чар это пустынная планета, на которой практически нету вообще источников воды, я думаю, вам выдадут комплект для вживания вообще в пустыне. Какой-нибудь пустынноход есть? Типа там. Или мы там пешком ходили под песком. У вас... Блин. На... Так, Тимоха, ты помнишь технику вахи? Как обзывается летающая эта бочка, которая... Десантная. А, десантная летающая... Грифон, как я не знаю? Наш Арус? Арус. Арус, давай. Арус. Пусть будет кто-то жаловать на песок, на такой какой-нибудь жалует... Грубый, жесткий, неприятный, проникает повсюду, да. Да-да-да. Угу, угу. На Сэм Арвусе я не думаю, что в него поместится какая-то техника больше, чем мотоцикл. Ну, ну... Типа, пару мотоциклов, возможно. Но они будут по пескам ездить этот мотоцикл. Но вопрос, умеете ли... Ну, хороший мотоцикл внедорожный сможет. Вопрос, умеете ли вы им пользоваться, если вы хотите его взять с собой? У меня есть... Вожж... У меня есть звездная навигация. У кого-то есть вождение с наземной техники? Возможно, у них должно быть... Эээ... Вождение... На земной технике. У меня есть звездная навигация только. Если вы мне выведите этот мотоцикл в космос, я на него лечу. Ну, хоть никогда. Я тебе космический мотоцикл, и я сдвину землю, как говорится. Эээ... Нет, нет, нет. У меня только оккультизм. Т.е. ты можешь призвать мотоцикл, но ты не знаешь, как по-нибудь ездить. Кто-то шебуршит конкретно прям. Весец. Минус уши. Т.е. Возможно, я... Эээ... Т.е. 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 злп guardian Т.е у mucha зло в мотоцикле мкаю. Т.е. 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 Тимох, а ты шебуршишь, ты! Годи, а как бы тебе... Вроде вот так делаешь, шебуршание есть? Нет. Ты вот когда руку положил, был шум. А, Тимох, где у тебя это? Вот этот, подожди, вот этот, наверное, шумит, да? Наверное. В карман его засунь, прямо прицепи на карман. Я могу выдать тупы. Так, сорян, час там сейчас будет. Технически. Так, всё размутил, шоб... Ну и вот я... шоб... Когда ты наклоняешься, есть. Не наклоняйся. Ок. Ок. Эээ... Зумер. Тааак. Ладно. Вы... Вы берёте с собой, наверное, какой-то мотик? Ну да, наверное... Одну. Как ты ведь умеет водить? Нет, но... Зачем? Действительно, зачем? Там, по-моему, у нас, кстати, Кастес должен был умеет водить. Александр, гибко. Ну чё вы там оружие добавляем? Динка, динка. Понимаю. Ну-ка, у меня тут было подготовлено... Почему у меня для курса микрофона? Как так получилось? У меня есть наземная навигация. А, ну... Нуууу, хоть что-то, кстати. Хоть что-то, хоть что-то. А что мы знаем об операции вообще? Да, что мы делаем теперь? Шоково. Вам нужно приземлиться неподалёку от назначенных координат, где предположительно была сделка и неподалёку там должен быть как раз склад со всем этим. Вам нужно незаметно туда подобраться и издалека сначала предположительно разведать ситуацию и дальше действовать по обстоятельствам. Ну, связь с кораблём у вас будет, так что в идеале, если не будет оказываться сопротивление, вы должны оцепить этот, собственно, склад, чтобы его вызвать в группу захвата и, собственно, реквизировать всё это от греха подальше. Так, окей. В случае нештатных ситуаций, если связь с кораблём будет потеряна, у вас наличит, собственно, будет набор для выживания, чтобы... Если вы не сможете добраться даже до Арвуса, который вас будет ждать, как бы в течение суток вас будет ждать команда спасения в назначенной точке. Угу. Ну, у меня нет вопросов, я... Ок. Я... А там, кстати, осветить халебалом говорит, что мы из инквизиции и бугать их цепь на греча можно или не рекомендуется? Эээ... Планета... Так, вот это, кстати, я забыл сказать. Планета вообще сейчас считается империумом забытой. В плане того, что её не было в базах данных империума до того, как вы сейчас разграбились Солидаром. Понимаю, что она была, но она считалась необитаемой вообще, и то, что на ней никого нет, не было и вот это вот всё. Записи, они были затеяны, и, предположительно, люди на ней живут ещё с времени до этого... Времени после крестового похода, окончания и Ереси Хоруса. То есть тогда они перестают контактировать, предположительно. А, окей. Ну, ок, понятно. То есть... То есть там... Предположительно, Ересики и, собственно, Эльдары. Которые как-то там фигурировали. Непонятно, они там обитают или рядом где-то на своём корабле... Мире корабле. Магнус не предавал, но... Баян, ну ладно. Эм... Хорошо, тогда пока мы не отлетели. Пока мы... Я... Эм... Мы через сколько прилетаем? Ну там буквально... Вы в течение десятка минут... Улетаете. А, десятка минут? Да господи, заранее надо было предупреждать. А что тогда мы? Придётся там где-нибудь. Ладно. Пофиг. Не подготовился, не подготовился. Ну... Бивает, бывает. Мы начали сиреном полтора часа позже, а ты даже не подготовился. Ха-ха-ха. Ну, получается, летим вроде как, наверное. Да, ладно. Да. Вы... Занимаетесь, так сказать, места. На корабле звучит сирена. Весь он трясётся, как будто идёт землетрясение. Но вы как бы на корабле. И... У вас буквально чувство, как будто вас разрывает изнутри. И... И... После... Громкого хлопка и... Последних... Сдрягиваний корабля. Огромные, махины. Ух, сколько он там... Километра два, что ли, в длину. Это Arc Mechanicus километров десять, как минимум, братан. Ты не туда верёшь. Я вот не помню. Я помню, что он огромный. Не помню, насколько. Ну, он сильно огромный. Да. Вы... Вас буквально выплёвывает в... Реальность из Имматериума. На мониторах вы можете видеть абсолютно жёлтую планету. На которой, предположительно, вас и будет ожидать ваше задание. Буквально где-то через полчаса вы уже будете ждать... Ну, как не ждать. Уже будете собираться на ваш Арвус. Вы, кстати, его как-то обзывали. Он у вас так-то лично, я сколько помню. А мы его и не назвали, случайно, Арвус? Нет? Не-не-не. Ну, как катер Фрея. А, что там... Тоже Фрея, то ли ещё как... Ух, госпиталь цветоваролока. Фрея Порвало просто. Госпиталь цветоваролока. Мы его назвали. А, Фрея Порвало, да. Там другой был. Да. Что-то с бегемотами связанное. Потому что у вас там какой-то кастомный. Он чуть ширше, чем должен. У меня на другом телефоне записано. Позови назвать и утерей. Да-да. У тебя телефон? Что? У меня старый телефон. Там... Так. У вас, кстати, вы берёте с собой пилота, чтобы он ждал, или у вас кто-то сам будет пилотировать? У меня звёздная навигация подойдёт. Там пилотирование. У нас... Нам быстрее. У нас... Нам нужен пилот однозначно. Вам всё-таки всей толпой, что... Пилот ещё вас будет ждать. У меня звёздная, у тебя наземная. Само здесь получится воздушная. Навигация, а управление. Это дело десятое. Да. Ну, если что, я тебя телекинезом подправлю. Курс. А коли ты такие, типа... Мне кубики не выдали. Тебе не надо. Смешно. Как я вас опрокидывать-то должен? Дай, дай кубы. Дай кубы. Мне буквально одного Д100 хватит. У меня есть космическое управление. На, папусные. Держи кубы. Друг держи, ты обронил. Да, да, да. Тимоха, открылся кто-нибудь? Я открыл уже. Открой настройки разрешения. 1080 источник. А, всё хорошо. Получив буквально последние инструкции, вы занимаете места в креслах. И, ну, как сказать, кресла. Это больше похоже на то, что вы можете увидеть на американских горках. То, что держит. Скотчем, да? Да, я сейчас скотчем чуть-чуть. Так надёжнее. Механюкс апрув. Блин, я вот сейчас дёрнул и сам себе уши минус сделал. Ага, ага. И ещё меня нет, посмотрите, нет, посмотрите. Механюкс апрув. Это личный минус, слушай. Механюкс апрув. Механюкс апрув. Механюкс апрув. Это твои воображения. Подожди, у меня так-то. Подожди. Перед вами расстилается приблизительно вот такая картинка. Музло подрубилось. Музло подрубилось? Нет. Мы, короче, это, знаешь, мы, типа, прилетаем на пустыню, и там огромные буквы в небе такие, прибытие начало. Как текст «Звездных войн» идёт по экрану. Да, да, да. Вы видите остовы огромных кораблей? Уже, так сказать, мягко говоря, видавшие виды, полностью проржавевшие, и от которых остался буквально каркас. Что ты делаешь? Человек кружку из кадры убирал. Так, а я же её убрал уже. А. Я хочу прокинуть на общее знание имперского флота, чтобы понять, какого класса эти корабли и какого года. А ты кто по жизни? Я космонавт имперский бывший вообще. А как ты выглядишь? Меметр 75, весом 65. Это мой максимум. Там волосы, глаза. Как я. Переливающиеся крашеные волосы и крашеные ногти. Подожди, что? Уэйд, вот. О нет, я как-то отыгрываю Дэвида Боуэй. Ну давай роль там. Вообще, с учётом их состояния определить проверка будет сложная. Я готов вызваться на это. Ох, 30 что ли. Сложная. 92, ладно. Это очень плохо. Ну да. В любом случае. Ты вообще не можешь опознать, по-моему, в них корабли. Да. Не то, что конкретный какой-то. Luke's like a скелет. Ммм, что это? Это Сансер. Они для тебя больше похожи на скелеты какой-то гиганта фауны. Так что... Не надо. Не надо. It's no horny. No horny. No horny. Ну просто хорошо, что вы не видели того, что было у нас в беседе. Да. Я не понимаю, что там пишет. Да, там непонятно всё. No horny. Ну ладно. Давайте. Вы всё-таки уже наконец-то приземляетесь без каких-либо на то проблем, что ли, на удивление. Всё гладко проходит. И вы, блин, приземляетесь, наверное, впервые без проблем. За последние не знаю сколько сессий. А у тебя есть восприятие? У кого именно из нас? У тебя? О, есть. Ты с там ещё перебрасывать можешь. Да, да, да. Бразилия, да. Вы открываете... Кстати, ну вы, я думаю, все обмундирование-то одели. Все эти балахончики песчаные и все дела. Костюм-удин. Да, да, да. Я не буду про это уточнять. Вы открываете ваш арвус и перед вами раскрывается буквально-таки дюна. И... А червенг? Печ... Вот это вопрос, это вопрос. И... Песок, так сказать, сразу попадает вам в лицо. И за счёт этого у вас будут некоторые проблемы с проверками на внимательность. Сразу я хотел бы вот... Драка, прокинь на психо-чувства. 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 Психолога, реально. Ты что чувствуешь вообще? Да, ты вот приблизительно вот так, да, когда песок... Все в глаз пахнул. Я не люблю песок. Он грубый, жёсткий, неприятный. Он проникает повсюду. И даже здесь получается. Так, 39 без этих штук. Это... Восприятие, да? Да-да-да. Восприятие... 36. 39 из 36. То есть тебе не хватает? Да. Три очага не хватает. Да. Ладно, ты ничего не... Ты почувствовал, что что-то есть, да. Но это не понял вообще никак. Ничего. Не подходящий выбор. Это так ему и надо. Для проверки. Он нечего псаикерам псаикераться. Он еще нелегальный. Ау. Нет, бля. Я думаю... У вас мотоцикл есть, вы его будете вообще трогать? Пытаться ввести его без... Наземная навигация. Давай, давай, да. А, ну от чего? Там вообще, по идее, вы все можете его водить. Угу. Просто... В случае чего... Мансить и так далее, там надо будет делать пробросы. А просто ввести там пробросов не надо. Ну и чтобы убегать пещерного черга, я считаю, надо просто ехать вперед. У кого ловкость наибольшая? У меня ловкость целых 34. 42. Вот, у нас есть квалифицированный специалист. Ответ на вопрос жизни вселенной вообще. Все верно. Да-да-да. Ну, чё, тогда засаживайся за мотоцикл? Шир... 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 логично вы высадились где-то в получасе езды от точки назначения и за эти полчаса у кого у вас больше всего восприятия у меня 36 ну вот кто 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 самый чат тот кидает 25 43 у тебя на бдительность плюс 20 то есть то есть там один просто за то что уже да и один за то что другой десяток там другой десяток 55-63 до то есть всего лишь одна степень но там одно уже достаточно достаточно но правда конечно могло быть и лучше за за эти полчаса не будучи за рулем даже будучи за рулем замечает что где-то на горизонте периодически были какие-то подозрительные как-то нет не брики как будто дуновение это под поднимался песок вдали ни с того ни с сего у вас дарки на моей непонятно никто не понял какой-то песочек шебуршит вдали непонятно непонятно нифига за одной из дюн вы там где-нибудь наверное останавливать метр пятиста ну чтобы у вас бинокль стопудовый есть собой для пустынь кита нише бурши плиз где-то метрах пятиста за дюны и уже издали вы виднеете какие-то странные постро это кстати я забыл музло поменять вот это дундук секунда тут же музло другое постройка где-то в пятиста метрах вы как раз и видите странные постройки явно не руку тихо тихо постройки явно не человеческого происхождения и у кого нет есть знание ксеносов там я не помню как она правильно называется есть оккультизм у меня есть на ней перского флота я могу будет посмотреть и принадлежит имперскому флоту или нет да там буквально знание ксеносы по моему должно быть просто еще может прокатить пух запретные там знания просто нет там запретные знания как раз есть ксеносы сейчас скажу у вас какие знания вообще есть у меня ученые знания культизм все имперский флот давай у логику кидай логика так интеллект 37 в зависимости от того что вы будете кидать там такие варианты будут это 60 получается да это плохо лог с логикой с логикой плохо вы не сможете сложить 2 плюс 2 еще осознать вообще чьи-то постройки жжение вообще потешим запретные знания менее тизить блин сейчас сколько тут ну вроде нормально так-то по громкости не знаю кто-нибудь в курсе что это такое явно не корабли выразительно я не ожидал от тебя чего-то большего как бы что вы будете делать дальше вопрос уже к вам обсуждайте и так далее как выглядит та точка в которую мы должны прибыть игры там дюны барханы и полы полу занесенные но явно явно кто-то там расчищал песок то есть проход есть хоть частично занесено но не так чтобы прям заброшено кто-то там ходит периодически в эту постройку явно постройка вы как такой знаете как будто вход в какой-то бункер или даже нет не бункер какие-то как будто египетские вот эти усыпальни усыпальни да главное чтобы не особняк еще раз нам что нужно сделать что-то там найти кажется кажется ай-гэс ну я вообще вроде достаточно пояснил прийти устранить всех неверных забрать все что неверное и подозрительно и уйти разве не вызвать куда-то там кого-то может и вызвать на может и забрать но в конце концов какая разница сначала прийти потом на месте разберемся ну тут вообще уже просмотров другого так что да можно там от бинокля будет плюс куб идти от бинокля не будет дебаффа да и он вы чё-то сегодня вообще профессионалы блин как как вас вести на блингры на вас так не рулится да это просто отвратительный этот песок отвратительный волосом у всех глазах за это волос я могу смотреть только в космосе так секунду и чё я на рулил ладно ладно вы дальше то что делаете я хочу в этой своей чулкой почуете ну роль тогда чуилкой принципе в этот раз у тебя даже будет уже на чуилку плюс где-нибудь 10 7 хорошо почуял да очень хорошо почуял так это 7 из 36 то есть это 4 а если плюс 10 то 5 то есть ты чувствуешь что нормально должен чувствовать короче давайте раскрываем значит подноготно по информации вот собственно получились допросы здесь должно быть прям дофига вот это варп активных шаров этих и поэтому по идее ты должен чуить так что прям я не знаю башка была давно раскалываться а ты так-то замечаешь что ощущение как будто знаешь как будто остаточное явление здесь они они основной источник коры варп пассивная понятно как будто источник тут был а не есть намеки от гэма чересчур слабое излучение по всему они либо утащили все что мы искали либо как-то экранирует это я не знаю это почему ты так думаешь я я посмотрел хочу проброс на логику ну знаешь и ты вообще-то знаешь я перед вами с пикерскими штучками тот ваншот почему мы его еще не сдали тогда окей она же не любит нарушение закона у вас с этим терке должны она она поняла что закон не справляется да да я собираюсь из него вытяну его отца а мне сколько знаю должны быть терке именно при излишнем проявлении и законности ладно ну блин не одобряете короче окей ну там да нет тоже так у меня есть скрытность сказать вы будете вы будете как туда скрытно на ёло пешком или на мотоцикле с болтером а болтер съемный ну как бы если даже съемный он блин болтер понимаешь это стационарный а ну справедливо в плане что ты его тащить не сможешь чтобы тебе потом не выбило плечо сайкерские штучки реально просто болтером в воздухе стрелять ну камон я предлагаю мотоцикл руками толкать до туда то есть вы выйти толкать мотоцикл кто-то будет сидеть за болтером чтобы если стрелять надо его чем-нибудь сейчас перекрыть песочком хочет чтобы он был незаметным да не песочком ты чё блин просто эти накидки на них какие-нибудь такое сейчас вообще напоминаю что в случае чего лео все твое оно с собой вот это вот так 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 машинки бренд делают вру вру здесь этого не слышно если слышно это слышно это слышно я не могу ладно просто просто укутываем его и повезем так толкаем нам просто нужно вообще сколько у вас силы 42 35 я не думаю что это хорошая идея его толкать ну типа это довольно таки массивный мотоцикл с коляской он типа частично бронированный мы уже на барханчике типа да ну да вы заехали вы точнее как вы заехали вы так чтобы не было видно мотоцикл сейчас поэтому вам надо его пойти еще на бархан загнать а потом просто отпустить руль из бархана он съедет сам типа там склон такой вам вам все равно подталкивать надо будет вам нужно сейчас очень сильно если вы не хотите его заводить вам нужно будет достаточно постараться чтобы он на бархан а дальше уже да можно и без проброса еще раз не шуметь наверное да я бы тут чувак здесь же открытые площади там слышно все будет какого размера мотоцикл я не понял что ты имел ввиду а то что ну как бы да но как бы нет ну кажется надо будет водятлу прокинуть сколько весит мотоцикл туф очень много закончилась разные байки в вахе достаточно много а чё она она вообще отрубилась почему-то так вообще сделаем да вот сколько весь мотоцикл сейчас около 500 я думаю не меньше я точно не помню данные просто по мотоцикам смотри какой-то мотоцик потому что если он с коляской то тогда дарья на 500 это называется атак байк он должен быть с коляской достаточно тяжеловесный там сам болтер то стационарный весят уже сколько на нем примарис катаются так вообще ну вернете разверните его колесами в ту сторону в какую он должен ехать и подтолкните чуток пошли разворачивать и подталкиваете у этого человека силы мало ну я думаю если вы будете сейчас групповой проброс на силу то нет вы просто его что в что вы делаете нужно чтобы они развернули его колесами вот в ту сторону в которую он должен катиться вы с другой стороны бархана у вас бархан вы с этой стороны . назначение с этой то есть вам надо вот загнать вы оставить с другой стороны бархана чтобы не очень можете опыт завести и за не когда пара заводим его на бархан и опыт подзаводите все до боли подзаводите дальше заводим на бархан и с бархана его я кидаю свои своим швырянием ты швырянием хочешь опыт толкнуть да 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 а кто сидит внутри никто вообще кто-то должен рулить ладно тогда нельзя какой смысл подожди мотоцикл если никто не сидит внутри тогда стой у вас кто-то должен быть в коляске смысл мотоцикла чтобы быстро свалить на нем по идее кто-то из вас один может быть в коляске и случае чего подруливать ну да нильс короче садись ща легкая прогулочка от какого мне все рейтинга кидать типа смотри тут написано тут швырянием ограничение только на очень большие цели типа боевые танки великие демоны и прочее ну скажем так ты что не швыряешь оттолкаешь поэтому тут явно не очень большая цель тебя как там по целям то есть кто считается за просто большую цель вообще никакого как все рейтинг у тебя там нужно рассчитать а тут дистанция от все рейтинга считается 20 умножить на все рейтинг метров туф 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 20 умножить на все рейтинг метров посмотри давай ты будешь ролить от первого пси рейтинга и в зависимости от того сколько народ лишь так сильный подтолкнешь руки хорошо то есть это плюс 40 броску ну я говорю там мы посмотрим насколько хорошо выпадет 62 из 92 все два из 92 это 4 степени успеха пух-пух-пух-пух-пух-пух ну типа ты вот знаешь что подтолкнул я просто думаю насколько жестко насколько нинс там сейчас на дорогу мальсить возможно есть веришь на лестнице тянулся пахи так типа главное же импульс ему задать ну ты просто задал нормально я думаю насколько нормальный ну скажем так низ прокинь на водя толстого с ну тебя минус 20 за то что ты не умеешь получается просто с нулём просто минус 20 до от ловкости 95 так подожди я сейчас даже поролю тогда раз у вас там все так весело ладно ладно ты подталкиваешь мотоцикл так сильно что низ приходится будучи за ним попытаться его собственно вывернуть так чтобы он ехал прямо то что он его начинает расшатывать от того что он едет как бы под этой скоростью всей по 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 песку и где-то на полпути низ не справляется из за всей этой дрянь с управлением будучи еще из коляски тянувшись там подправлять так там же наоборот он стабильнее должен катись ага стабильнее то может быть стабильнее только бархана делают сразу не что у тебя управление не раскачано там вопрос кто был больше виноват мотоцикл или полхопрокинувший анинс или человек или офсайкер который задал ему типо поэтому мотоцикл сколько у тебя степеней провала 92-5 то у тебя ловкость сколько ловкость 42 у нас 20 это получается 22 ну 8 степеней получения 7 ухты ж его переворачивается его переворачивает однозначно вопрос сколько А вот если бы это был линкор, да-да-да, как бы вы видите просто как Ниц вносится от вас на мотоцикл и её просто там заносит и её перекручивает раза два И она, вроде, она достаточно, так сказать, мощная девушка, поэтому она выдерживает испытания Десалемские видео с авторегистратором Она выдержит и выползает, там, отряхивается, но мотоцикл валяется кверх тормашками сейчас, теоретически вы можете его перевернуть, но это надо будет постараться Так, только давай в этот раз быстрее, но вы... вообще он перевернулся недалеко уже от этой дряни Скольки метрах? Метров двадцать Скольки метрах от нас? Вы бежали за ним или нет, пока это всё фигня была? Ну, нет, так ещё не Мы стояли и грустно переглядывались, я думаю Ооо, он гнал метров пятьсот, вы еле шли, ну метров триста, короче, будем считать ТРИСТА?! Ну, нихрена себе, пошли Ох Широкий Псайкер идёт Ну, там просто оно падало по склону, ты хорошо подтолкнул, там перекрутилось, перевертелось, там прям хорошо, короче, вышло Ну, на стену отходом усыпальнице где-то крутясь в полёте Пошли, надо помочь Окей, да Нильс, ты вообще, вылазя из-под вот этого всего добра, выплёвывая песок Выгребаясь скорее Он проникает повсюду Это мягко сказано Прокинь на внимательность всё-таки в этот раз, надеюсь, прокинешь прям, прокинешь Ого, три Наконец-то Короче Явно После всей этой дряни, ты думаешь, что кто-то должен был это всё услышать, ты сразу настороже, прям очень И поэтому Ты Замечаешь Буквально такие Небольшие какие-то движения в глубине горбницы Но Вроде как эти движения не связаны с тем, что ты сейчас перевернулась Как будто тебя ещё не заметили Понимаешь, что там Сани так что-то, спокойно вроде, чили тени какие-то При этом, поскольку у тебя там троечка выпала Ты замечаешь, что вдали Те Клубы песка Они опять появляются И при этом больше И чаще Погоди, погоди, а если это гробница, каков шанс, что мы в нее зайдем И случайно пробудем, ну типа Миллиард жаждущих убивать некронов Ну так, честно, прикол Я просто подумал Ну это был бы стон Вы бы сказали, я бы тогда просто У меня у друга как раз армия некронов есть Вот у Сани, я бы притащил ее Ах, устроили, наконец-то Я запомню Я на подходе уже Хочу кастануть телепатическую Связь Чтобы Связаться с Нильс Передача Типа Все норм Я затоюсь в песке, буду лежать Да, я Я вижу, что ничего не двигается Так и было задумано Куда-то туда посылаю Типа это Чисто Передача-отдача У вас так-то вообще есть связь Типа, ну просто нормально говорить В плане по воксу Мне пофиг Да Сейчас, короче, выкидываешь два дубля Сколько метров? Дождь из крови Ну вы уже подошли Метром Вызываешь об аддона Чисто пофиг Ладно, сыграем в вашу пользу 150 Это че? Идем дальше Есть вокс, которому пофиг Да-да-да, я типа просто Знаешь, я показываю на микронаушнику У себя в выходе Типа, братан Алло Ну как там с мотоциклом А я не знаю, что с мотоциклом Там внутренне что-то шевелится Да? В тени Там вообще какой-то песок странный Песок, поэтому не там А где-то вдали Позади вообще вас Сколько раз ты головой ударилась Пока летела? Ну ты думаешь Ты не можешь вспомнить Чтоб это стукнуло с головой Так и запишем, ладно Мы уже в пути Почему-то очень большое расстояние Границы до нас Я не знаю, как это получилось Ну братыш, пригнись Я тоже чуть-чуть Попригибаюсь Так что Вообще вы так-то В пустынной такой одежде Вас достаточно плохо видно Вы можете вообще Наскрытность прокинуть И вас будет сложно заметить Какой у него рост? Пустынный В этих всех площадках Цвета пустыни Весокородный А сколько ты при этом рост? Я не помню сейчас У тебя там как по росту Я не вижу, что у меня это было Нормальный, короче, рост 175 тоже Евростандарт Вообще Это нормальный рост Вот в своей Европе Будешь рассказывать Здесь чар Здесь таких не любят Типа это шпала Кому шпала не назвал, а? Партия типа умирает Начало столкновение Тебя подтолкнуть? Ты Натолкался уже Потом разберемся Вы вообще идете Плюс-минус параллельно Друг к другу вдвоем Да Я хочу использовать На нем шевряни Чисто так Легонечко Легонечко, легонечко От первого Пси рейтинга Ладно Будем считать А нормально Что ты вообще Заберемся Хо-хо Семь Легонечко Говоришь Легонечко У меня там типа 10 степеней успеха А в какую сторону Прошу Можно это уточнить Подожди Я хотел Смотри Поскольку легонечко Я думал Типа убавлять Типа степень успеха На 5 Короче До Типа Теоретически Это означает Что я делаю Ровно то Что я хочу делать Рядом с Нильз Падает Пустой Я хочу Подтолкнуть его Так Чтобы он Упал на задницу И начал просто Катиться вниз Ладно Ты его подталкиваешь Правда Сильнее все-таки Чем ты хотел Буквально Он на заднице Катится Как будто Знаешь Со снежной горки Туда Поповка Связываюсь Увидимся внизу А там у него Еще этот плащ Он С покрытием Таким Как-то Полупластмасса Поэтому Он достаточно Скользкий Получается И поэтому Как раз Как на ледянка Так Будь ты проклят Пэри Утконос Не та кнопка Не тот рычаг Ладно Ну короче Вы где-то На метров сто Разделились Это тоже Почти унились Покрытием Да Типа Е Здорово Да Ладно Я думаю Кажется Псеки разбушевался Вы будете Еще что-то делать Перед тем Как сейчас Еще Парброшу Купить Встану И отряхнусь Там Прием Предложу Галладно Низь руку Чтобы подняться Я побежу А ну окей Хорошо Не грязный Песок чистый Песок со спецами Вообще Тасали Нет Можно Ну хоть Так Мы уже умрали Гэмский Произвол Я просто Спускаюсь Дальше Вы спускаетесь И я думаю Вы кучкуетесь Наверное Около этого Мотоцикла За ним Как-то Прячась Нильс Нильс Ты замечаешь Что те тени Исчезли Куда-то Теней больше нет Они буквально Куда-то Исчезли Хотя вроде как Так-то Флексили Действительно Статично Я тоже Ничего не вижу Давайте Перевернем Мотоцикл Только без Твоих Викидонов На этот раз Я Контролем Вам помогу Контролер Блин Ну что ж Пропуск на силу Чтобы перевернуть Я В общем-то Смотри Я могу Типа Им обеспечить Подъем Десяти килограмм Вам нужна помощь Я думаю Молтер ты можешь Поднять Наверное Ну или там Треть Ладно Ладно Думаю Мотоцикл Это не то Что вам Сейчас Поможет В плане Тоже Мотоциклу Из вас Никто Не поможет Я могу Швырянин На нем Использовать Третье Серьезнение Третье Ну типа Надо использовать В швырянии Как-то Мудрица Ну вот Опять Легонечко Легонечко Его швырнуть В то время Как эти тоже Будут Те Корректировать Типа Его очень сложно Будет Перешвырнуть Потому что С нуля Его так Переворачивать Это уже Тяжело Тяжело Я могу От пятого Псер рейтинга Тяжело Тяжело Вот короче От того Швыр можешь Прям Хорошо От максимум От пятого Псер рейтинга Хочу Тигануть Швыряние Если что Это равно Швыряние На сто метров Так Сорок Один Из А А Тут еще Плюс Десять От все Эти проверки Было Одиннадцать У тебя было Да Будет Собъехать Да Да Сейчас 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 Сила воли 52 То есть 62 То есть Три степени успеха Три степени успеха На удивление Ты достаточно Четко Переворачиваешь Его На все Его Три Колеса Получается Ты конечно Подпыхтел Но Перевернул И Он Готов Так сказать К езде Ну Я не знаю Насчет его Технической Составляющей Но Положение У него Как раз Готовое К бою А мне поможет техпользование Чтобы узнать Неплохо Вообще техпользование Помогло бы Если у вас оно было бы У кого-нибудь Ну Как будто бы есть Как будто бы да Можешь кролить конечно Плюс 10 Давай Это что Техпользования нет Ладно Есть Парирование Нет 57 Брух Андрей А почему Прибытие на чар Там чар с маленькой буквы Отспонент Название Типа В смысле Где Ну Название стрима Прибытие на чар Я наверное Потому что Стер И криво Поправил Обратно Да Я Короче После Швыряния Я Сажусь За Мотоцикл Опираюсь На него И закутываюсь Плащ Понимаю Там есть Тени Че Видно Загадочные Как бы Сейчас Надо Поменять Музло Опишни Боевое Музло Из ботикармана Давай Пока что Еще Такое Там Паута Автоматически Ставится Я на все Эки Проверил Да Не делай Там все Настроено Думаешь Да Ладно Ну так Там есть Че Кто Низ Как бы Ничего не Видите И вы В общем То тоже Пока что Не видите Но Но Теперь Те Тот Песок Подымающийся Вдали Уже Не настолько Вдали И теперь Даже Вы Это Все Замечаете Отчетливо 52 Береги 14-летних Школьниц А Чего А там Чего Сильно Говорю Вы Видите Песчаные Клубы Песка Которые Ориентировочно Двигаются В вашу сторону Откуда Со стороны Вообще Типа Мы С одной Сейчас Двигались По одной Линии А эта Дрянь Откуда Оттуда Я один Это вижу Предлагаю Поскорее Зайти внутрь Я же говорила Там песок Шевелится Ты не говорила Я говорила Когда вы подошли Предлагаю Поскорее Зайти внутрь Неважно Надо Блин Не нравится мне Тут задерживаться Двигло Будете пытаться Заводить Или ввести Или что вы будете Делать с мотиком Последний раз Шевеляю Еще раз Внутрь Зачем Псайки Рабузит Гравить пушку На протяжении Тридцати минут Блин Стримпавахи Ну тут Как раз Предел уже Двадцати метров Да От первого Стиритинга Все Девяносто Из Секундочку Они девять Разбежали А это девять Случился Псайкинский Нестояк Это девять Из сотни Ну и 102 Технически Подожди Так тебе не надо было Проказывать тогда 102 Это же враженный автомат Кстати Да А на кой ты тогда Ролил Потому что Дубли Могут Выпасть А точно Ладно Подтолкнул Короче Еле И поплелся За ним Давайте Зайдем туда Давайте Не люблю Не хочу Задержаться Только оружие Расчехлите Тем временем Я хочу еще Пощупать Зима Какого черта Звуки Не видно Я хочу Пощупать Понюхать воздух Посмотреть Своими Сайкинскими глазами Вот это вот Нет Роль Да я пытаюсь У меня тут неудобно Вообще Блин Стрелочками Пробой Да какого черта Блин Не видно Это 61 Из Восприятия Из 36 Нет Это брук полнейший Брук полнейший Говоришь Да Да Низ роль Пожалуйста На восприятие Ходят там Или насматриваются Психосилами Кидаются Чисто Чилим По полной Но все Вы чувствуете Что Что-то Здесь Неладное Это нормально Что-то Здесь Неладно Это же нормально Да У меня 43 Плюс Друг Почуяла Что-то Короче Да На 4 степени успеха Я так понимаю Восприятие Я поняла Короче Почему на 4 А Восприятие Ты слышишь Шорохи Буквально За углом Этой Гробницы Где-то Справа Шорохи Справа Шорохи И У тебя Сколько степеней успеха 4 Четкое Ощущение Что там Засада Ладно Хорошо Успеять Ощущение Засады А То есть Сущение Засады Да Получается Ты Как бы Бывалая Просто В этих Всех Подульях Ты знаешь Когда Ожидать Что тебе Перо Под ребро Будет Из-за Угла И у тебя Вот ровно Такое Ощущение Sims Like Перо Перо Под ребро Ну Я иду Дальше Никто Ничего Не сообщил Стой Дальше Делайте Сами Пока Что Я Жду У нас Противогаз Подожди Там За углом Что-то За Каким За Правым У меня Без понятия Как мы Выглядим Там Т-образный Коридор Вы На входе Т-образный Лево Право Справа Слышите Что-то Слева Тишина Ничего И в принципе До этого Ничего Там не было Только Коронат Никто Не запросил Я Когда Спрашивал Запросы Коронат Никто Не запросил Ну На каждую Что-нибудь Ты же привычный Если что Накладую Замечительно Небезопасно Проблема в том Что у меня Цепной меч Который Гудит Есть такая Если ты его Заводишь Да Если Я его Завожу А то Иначе Смысля Никакого Ты его Сейчас Заводишь Или нет У меня Другого Варианта Что Какая Разница Заводишь Небо Или нет Они все Знают Что Ты И Что Дальше Справедливее Справедливее Тогда Я его Завожу Логично Цепной меч Делай Бр-бр-бр Да Кнут Не делает Ничего По-моему Ты можешь Вщелкнуть Кодиан Жестный Не стоит Не стоит Шлепок Короче Вы Выдвигаетесь Какая у вас Позиционка Типа Я думаю Я первый Ты там Первый Что по стволам У меня У меня В руках Цепной Меч И ручная Пушка Наготовка Чтобы Можно было Достать Если что У меня Так Перед тем Как вы Зайдете Перед тем Как вы Зайдете За угол Давайте Тупо Наролите Вы На Инициативу Какую Нет Не Инициативу А этот Инициатива У вас Одинаковая Вы друг Друг заметили Инициативу Мне просто Линить Ролить Вам Этот Кто с чем У вас Ты на Рукопашку Ты на Еще Кое-нибудь Бяко Чем Ты Собираешься Бить Ты на Психосилы Сейчас Скажу Я Рукопашный Пыш 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 Нет Тебе Психосилы Не надо На Подстраховочке А вот Вам На Рукопашку И дальний Бой Соответственно Получается Ну Или Кто У вас Да Я Рукопашный Ну О Стой Ты С Кнутом Рукопашный Ну ладно Ролите Короче Рукопашный У вас Там Просто Мне Главное Успехи Ваши Знать Сейчас Навык Рукопашный Тупо Ролить Да А Какую Атаку Простите Просто Навык Рукопашный Вас прошу Ролить Держу Я умр Р-92 Сколько Это Провалов У У Меня 88 О Дубль У У меня Есть Короче Навык Переброс Один за раунд Переброс Промазывавшей Атаки Можно это Использовать Ну Наверно Так Как Еще Я могу Раз за раунд Перебросить Промазывавшую Атаку Ну да Можешь О 98 Это 5 степеней Провала У нее 88 Тоже Безуспешно Да Типа 4 степени Провала У меня 5 степени Провала Ну давай Подстраховочка Работай Короче Походу Руль Короче На Бросок Ну Опять Швыряние Швыряние Да У тебя Какие там Психосилы Есть Ну Так У меня Есть Псевополь Доминирование Разрывающий Разряд Что ты Хотел бы Наролить На чувака Которого Ты увидишь Сразу За углом Ну Или На то Что Ты увидишь За углом Мне Я Типа Смотря Что я там Увижу У вас Сейчас Просто Такая Мексиканская Мексиканская Дуэль Но вы Еще Друг друга Не видите Но Дуэль Сейчас Сейчас Я хочу Псевополь Психический Вофоль Да Так Серьезная Дистанция Какая Буквально За углом Ну Тут Вы Увидите Ну Меньше Десяти метров Да Меньше Десяти метров От Третьего Пси Рейтинга Короче Кидаю Так Это Псикубы Сорок Шесть Сорок Шесть Из Восьмидесяти Двух Это Пять Степеней Успеха Да Да Короче Вы Идете К углу Крадетесь И Буквально Как только Тирус Тирус Как только Тирус Заходит За угол Ты Видишь Там Каких-то Оборванцев Людей Оборванцев Которые Хотят Ударить Ударить Тебя Как Сказать Каким-то Лезвием Из непонятного Металла И Собственно Ты В ответ Тоже Пытаешься Вы Оба Промахиваетесь Шикарно После этого Тебя Подстраховывает Нильс Она хочет Бахнуть Кнута Но Бьет Выше Блин Него Легендарно Но Затем Подходит Драка И Совершенно Не знаю Покерфейс Или не Покерфейс Я думаю Что я Просто На него Смотрю Он Скручивается Зажимая Уши Так Как будто На него Сейчас Что-то Орет Инкаунтер Закончился С тем Чувак Валяется С Пробитым Ухом Наверное Там Не знаю Кровь Из ушей Он Там Один Был Да Да Он Был Один По крайней мере Вы видели Одного Держу В курсе Ядрить Вы Конечно Никто Другой По Другой Не Попадает Мы Легенды Да 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 У него 98 Тоже Выпало Он Индекс С кубами Сегодня Да Я Тоже Так Думаю Он Если Что На Увидение Вас Держу В Курсе Четыре Раза Пробрасывал Я не был Не в курсе Да Не Сейчас Ты был В курсе Короче Перед вами Валяется Какой-то Чувачок В Одеянии Даже не знаю Ну В этих Плащах Чтобы не было Конечно же На него Солнце Загорелый И Коренастый Но Нездорово Выглядящий И он Собственно Держится За уши Ввиду Того Что Блин Больно Рядом С ним Валяется Меч Который Вообще Не соответствует Тому Как он Выглядит Он Какой-то Оборванец А меч У него Выглядит Как будто Искусная Поделка Лучших Мастеров И при этом Метал Вам Непонятен Вообще На нем Есть Зеленые Следы Он Горит Зеленым Очень Важно Меч Или Оборванец Я думаю Кто-нибудь Из них Вообще Зеленого Скелет Который Натянул На себя Кучу Кусков Мяса Потому Что Выглядит Страшающе Очень Важно Очень Важно Нет Нет Я Подхожу Я Подхожу К нему Протягиваю Руку И Хочу Использовать Телепатическую Смех Чтобы Прочитать Его Мысли Кстати Пока Ты это Хочешь Делать Низ Пробросишь Еще раз На Восприятие Меч Выглядит Искусно Типа Как Он Сделанный Имперскими Мастерами Искусно Сделанный Два Два Восприятия У меня 63 Непонятно Он просто Какой-то Круто Сделанный Меч Очень Острый Метал Непонятный Я хочу У себя Приватизировать Во-первых Ты слышишь Что В гробнице Еще Есть Как Минимум 70 Мин Успех Сколько 7 Как минимум 4 источника Звука Ты слышишь Дальше В гробнице Минимум Минимум Я же Влечу К сердцебиению Слава богу Ты Человек И поэтому Нет Ты слышишь Что они Там есть Где-то В глубине Гробницы Около 4 Источника Звука Судя Потому Что Вы сейчас Видите Человек И ты Предполагаешь Что Это Тоже Какие-то Люди При этом Что Самое Главное Ты Снаружи Слышишь Что Судя По всему Те Клубы Песка Ты Слышишь Короче Мотор Это мотор Нашего Нет Ваш Вы Видите Его Ваш Собственно Мотик Эта Дрянь Где-то Ну Судя По звуку Метров 300 От гробницы Движется К вам На чем-то С мотором Что-то Подъезжает К нам Сейчас Разберемся Я хочу Приватизировать Тебе Этот искусный Меч Пока Они там Забираются Как бы А там Внутри Еще Кто-то Предложите Меч Как Рано Так Смотри Сложная Встречная Проверка Силы Силы Воли У нас Идет Окей У этого парня Есть сила Воли Это вопрос Вопросы Я могу От пятого Рейтинга Кинуть Могу От первого Могу От чего Угодно В каком плане У Роль давай Хотя Я не знаю Есть ли смысл Это 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 Один Один У него Просто Четыре Выпало Война Была Ровна Сорвались Два Гиганта Гигант Силы Воли Просто Есть Ольги Эльдары Или Боги Хаоса Предположительные Эльдары По наводочке Должны быть Кстати Пока что Не было Видно Что Кстати Странно Причем С учетом Того Что Эта Гробница Теоретически Должна Им Прим Надлежать А вы Видите Людей Гробница Здесь Может Принадлежать Либо Некронам Либо Механикусам Которые Не знают Что это Гробница Оно Выглядит Как Гробница Но Ты Не знаешь Гробница Это Или Нет Для тебя С твоей Логикой Это Гробница Я В общем То Вы На Ксеносах Не кидали Отстраняясь От Внешнего Мира И Протягиваясь К Его Сознанию Как Его Или Как Сайгер Считает Мысли Цели Природа Полученная Им Информация Остается На Смотрение Мастера Игры Большое Количество Степеней Успеха Набранных Во время Проверки Фокусировки Сил Дает Больше Информации Ну Короче Я думаю Ты видишь Буквально Кинчик Варп Представляет Жизнь Какого То Бич Так Секунду У меня Тут Где-то Было Я забыл Ему Имя Наролить Азурмен Либо Либо Карпат Нет Можно же Еще Этот Кто-то Ну Кто-то 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 Ультимативное Имя Для Его Персонажи Это Тоже Сваки На след Куда-да-да-да Так Карпат Жи По-моему Нет Нет А Какое Это придумали Да 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 Какое Кто же Оксана Давай Давай Не играли Богу Год Боже мой Сабант Ромул Весьма Архаичное Имя Сабант Ромул Андрей Там открыта Роллка Именов Имен Всех На телефоне Да Дай сюда Должна У меня Она открыта Параллельно С сюжетом Блин Сейчас Короче Ты рассказывай Я сейчас найду Этот Найскинчик Рассказывайте О том Как Гоблин Гобин Хватит ссылок На тиктоке Как он Жил В какой-то Деревне В этой Пустыне Как Они Контактировали С Как Как они Обзывали Сейчас Я там Даже Придумал Шпалы Лол Я сейчас Просто увидел В неформальном Что есть Имя Дака Ладно Но я вообще Другой искал Ладно Что если Горки просто Кого-то зовут Каждый раз Когда они кричат Они потеряли Типа Как кого-то И ищут Среди людей Да Ладно С Какими-то Дарри Как он их Называет Но ты Четко узнаешь В их Образ Ну как ты Выгришь Видишь Эти образ Что это Эльдари Просто Эльдары Видишь Что Их сотрудничество Было Весьма Продуктивно Для людей И непонятно Зачем Оно нужно было Для Эльдар Видиум Видиум Да А это Эльдары Корсары Эльдары Из Крафт Ворлда Или друг Харри А это надо прокидывать Понятно Так и Здесь они Оказались По причине Того Что Их Так сказать Покровители Можно в каком-то смысле Дарри Перестали появляться В Их деревне И они Пришли Собственно Сюда Узнать А А где Никто не пришел На фан Встречу В его Они Буквально Чуть ли Не единственная причина Почему они здесь Выживали По Сказанию Его Блин Сколько у тебя Степень успеха Ну если я От первого Рейтинга Кидал То Считай У меня Там Ладно Понял Короче Душнил Реально Ну Я просто Ващики Ты видишь О их Сказаниях Они Как-то Здесь Упали На Корабле В итоге Даже Не на корабле На этих Гибельских птицах Понимаешь Это корабль Конечно же И В итоге Выживали Здесь За счет Вот Того Что у них Есть Опытные Механики Которые Делают Им Вот Транспорт И По идее Ты Вот Самое главное Что ты сейчас Узнаешь Что За ними Должны Были Вернуться Товарищи Как раз На Их Местных Баги Там Вообще Потому что Видел Вооружение У них Не такое Чтобы Сильное Как у них С Сайкерством Стоят дела Есть Какие-то Вот Как Колдуны Буквально Такие Но Их Нельзя Посчитать За сильных Сайкеров Я хочу Мысленно Этому Пацану Сказать Типа Ты Ищешь Дарья Я По нему Так же Мысленно Отвечаю То Что Он После Ушами Конечно Он Может Просто Как Угодно Может Да Как-то Так Ты Слышишь Мы Тоже Брух Диалоги Парантинский Я бы Сказал Я тоже Сказал Вообще Надо Поменять Я Осознал Музло Ты Можешь Помочь Нам Встретиться С ними Секунд Мы Хотим Прочинять Вам При этом Его Да Звучало На Высоком Готике При том Что Он Выглядит Весьма У меня Тоже Есть Высокий Готик Прекрасно Да Да Ты Узнаешь Высокий Готик Нашли Друг Друга Его давать Звучало На Высоком Готике При том Что Выглядит Он Не Как Носитель Высокого Готика Мягко Говоря А блин Где Музло То Ниф Ниф Нифига Себе Нифига Себе Каждой Атаке Добавляю Половину Бонусом На Выкрут Папашной Убежьем Двою Да Я думал Одноразовая Обилка Каждой Атакой Сломала У меня Подмивающий Удар Еще Есть Так Что-то Как ты Громковато Стала Да Мы Искали Их Они Потому что Были Здесь Они Оставили Нас Давай Так Мы Поможем Тебе Ты Поможешь Нам Кто Зачем Мы Здесь Мы Не Похожи Кто Мы Это Как Вы Мы Прилетели Оттуда Я Киваю В сторону Вверха Вы Как Дарри Как Дарри После Какого-то Время Я думаю Он все-таки Перестает Держаться За уши Потому что Все-таки Я не думаю Что ему Так Контузило Ну Я Его Там Отпускаю Он Так Сказ Прижимается К Стене Ты Наконец-то Можешь Плюс-минус Разгреть Его Яйцо Лицо Разгромить Разгромить Его Лицо То есть Его лица Был чудо Приоритет Я бы сказал Ничего Примечательного Кроме Того Что Видно Какие-то Шрамы Которые Оставлены Вроде Как Скорее Всего Были Эльдарами Зачем-то Скорее Всего Что-то Вроде Что Делаешь Эльдар 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 Простите Я смотрю В сторону Тируса Отдай Меч Почему А кто у него Этот меч Откуда у тебя Меч Нам Нам Дали Их Дали Фу Ксеноерес Я кидаю В него Меч Ты вообще Кстати Поладятел Напоминаю А перед тобой Какой-то Да Я вообще Не помню Я думаю Что Шарю Что Напомню Еретиков Бьет Или всех Бьет Я не знаю Он Блин С какой-то Дрянью Еретичной Сотрудничает С ксено Сами Это Первый Кандидат В то Чтобы получить Пощам А ты Поставил Повтор Вообще Да Но почему-то Нет Я вообще Нажал Они Говорили на Высоком Готике Я же не понял Что они Говорили Технически Нет причин Его убить Если я не знаю Чем они говорят Я Вообще У тебя Возникают Какие-нибудь Вопросы Или ты Просто Отдаешь Меч Ну Типа Фукси На Ерес Я в него Кидаю Мне надо Так Э Близни Отшириваю Вот так Вперед Спасибо Но Познакомься Своими Я не знаю Вам Так Пожалуйста Все-таки На убеждение Конечно С плюсом Обаяние у меня есть Обаяние Сейчас Флекси Мускулами Будешь Так Это Общительность 47 Ох Общительность Блин У меня Рокопашные Мукбой Это Туалет Для Очень Больших Ксеносов Понимаем Блин Это 65 Из 47 Там Бонусы Где-нибудь Будут Стой Сколько 65 Из 47 Там Как бы С учетом Что вы Зашугарили Тогда Где-то Плюс 30 Я думаю Только В 2 степени 2 степени Пуш 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 Блин Почему все опять так появилось Почему вы Солку Пряйте Непсей Почему ГМский Произвол Не работает Да 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 Ладно Я попробую Но Они Вы можете Быть Чуть Позади Я не думаю Что они Настолько Поверят Тебе Вот В это Мы пойдем С тобой Я разберусь Мы им Погравимся А сколько их 6 6 Черт Черт Не канала Вообще Напоминаю У вас там Так-то Зелебобы Едут Кстати Позади Да Да Кстати Я хочу У него Еще спросить Это Твои А И он Только Сейчас Замечаю Что Кто-то Едет Вообще Он Не прокидывал Да Наверное За нами Приехали Но Это Ох Блин Сейчас Заметка На будущее Не делать Заметок Это Харлок И Драка Приехали Они должны были Забрать Нас Отсюда Когда Мы Закончим С поиском Окей Веди к своим Это Карпатый Едиум К ним К ним К любым Ладно Слишком много Задачи Для его мозга То он Не справится Подожди Секунду Выбрасываешь Что И набирает Инсульта Ладно Он Ведет Вас В Глубь Громницы К Товарищам Которые Ты Думаешь Где-нибудь За углом И Вы Видите Двух Людей Тоже Всех Загорелых Скажем так В Балахонах У Одного Из них Пуф Пуф Этот Какой-то Архаичный Лазган Напоминаю Что Архаичный Лазган И так-то Обычно Круче Чем Новый У меня Тоже Есть Архаичный Лазган Я Впишусь У Другого Что-то Похожее На Копье Тоже Из этого Металла Из которого Сделан Клинок Вон И Бэкам Фэймус Тимох Разберешься? Сейчас У меня А Можно Ищи Причину Написать Да Конечно Десять Раз Вы Вы Пускаете Вперед Да Он Держа Меч Вот так В руке Вот так И вот так Идет Стойте Это Они Нам Друзья Бросают Найти Дарри Они Сказали Что Помогут Найти Дарри Соответственно Один Из Них Который Был С Копьем Таким Чуть Чуть По сватам Голосом Толщает Дарри Да Это Кто Вообще Тогда Мы Люди Каковы Как-то Люди Люди Вон Все Такие На себя Как бы Мы Люди Как Дарри Оттуда Насколько Понимаю Он Типа Главный Да С Копьем Чел По Воспоминаниям Ты Понимаешь Что Этот Не Главный Но Главный Их Миссии Нет Нет Главный Где-то Дальше Должен Быть Этот Такой Правая рука Главного Скажем Так Да Криминальные Да Нам нужно Поговорить С главным Я Хочу Его Имя Вспомнить Этого Главного Да Так Главного Зовут Октавий Ох Ничего Я хочу Поговорить С Октавием Ну Так Что ты Отращаешься Да Я хочу Чтобы Еще Этот Пацан Попришибленный Немножко Офигел Ну Это Конечно Можно Но Можно Не Осквернять Наш Нашу Святыню Здесь Нельзя Заходить Посторонним Посторонним А вот Здесь Надо Ролить Тебе Зараза Сейчас Секунду Так Че У меня Еще Есть У меня Есть Доминирование Похоже Кстати Оксана У тебя Вообще Че там По Соц Навыкам У твоей Нильз Самый Низкий Параметр Общения У меня Тоже Там Запугивание И так Далее У меня Есть Допросы Дознания Я думаю Это Не так Далеко От Того Что Нам Скоро Пригодится Вот От Первого Пси Рейтинга От Первого Пси Рейтинга Встречная Проверка Силы Воли Что Там Сами Пишут Что Там Про Миньки Сами Еле А Навыки На 700 Там Есть Пси Силы Нафига Другие Навыки Так 82 Из 92 Две Степени Успеха 92 Так Пуф Две Степени Успеха Да Силы Роли Да Угу Я пытаюсь Вспомнить Сколько У этих Точно Чуваков Сейчас У них Просто От этого Зависит Две Или Три Степени Успеха А есть 99 35 Успеха Есть Да Сейчас Она Ключевая По-моему Три 35 Успеха Именно Именно Хорошо Я тоже Так Думаю Но в общем-то Он На своей Главе Слушает Мы не чужие Не чужие Не врывались Сюда Неспроста Это все По-моему Не врывались Мы бежали От какого-то существа Какого-то существа Такое Что-ли Какое существо Какое существо Что-то Видимо Какое существо Песок Ну они подъехали Думаешь Это они Ну конечно Подожди Подожди Что-то поболзали Вы что-ли Про лонгусов Так они Вообще Не водятся В этой части Пустые Лонгусы Может Лучшие Амогусы Мы впервые Здесь Ну Это не Могает Того Что Ты сейчас Говоришь Что Вы убежали От того Что Здесь Нет Ты видишь Что он Так-то Начинает Что-то Нервничать И Да С копьем Веди Переговоры Сам Я думаю В этот момент Как бы Помогает Этот Запутый Я К нему Поворачив Ну Не знаю Они могли Попутать их С Нашими Друзьями Которые Сейчас Довольно Были Как раз Подъехать И Как раз В этот Момент Вы Слышите Как Где-то Там На входе В громницу Там Топот Двух Как раз Человек Вы будете Там Их Как-то Окликивать Или будете Ждать Пока Они Сами Дойдут И Увидят Вас Ну Если Мы Их Окликнем То Это Ничем Хорошим Точно Не Закончится Это Чтобы Они Увидели Окей Ну Как бы Мы Спокойненько Стоим В комнате Просто Напоминаю У вас На входе Стоит Мотоцикл Который Они Вообще Впервые В жизни Видят Парень Ты можешь Своим Людям Сказать Что Все нормально Поднимай Руки Господи Боже Ладно Но Ладно Он так За угол Заходит Вы слышите Как он Окирыкивает Тех двоих И Они уже Подходят С Сказать С какой-то Экзотической винтовкой Так-то Нечеловеческой Один из них Опущенный вниз Стволом Явно Другой С Похожим На эту винтовку Пистолетом В плане Изготовления Скорее всего Одного рода Они светятся зелеными Нет Вопрос У этого парня Зато они в фиолетового Окраса Привычественные Этот Этот Чел Который 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 Я читал Я не видел Никаких черных шаров У него В голове Вот Кстати Черных шаров Ты Не видел Что Кстати Странно Но Пока Они Бродили По этим Грубницам Скажем так И не видели А де-факто Склада Я Правильно Понимаю Что Здесь Вы встречались Дарья Не совсем Мы обычно Стояли Снаружи Они Иногда Говорили нам Сюда Подъезжать За Необходимыми Вещами Вещами Этот Дополняет А вам то Что С этого Нам нужно Их Мы бы Хотели Встретиться С ними Не поверите Тоже Поверю Я хочу Переговорить Вашим Главным Чтобы Объединиться И Возможно Вместе Их Искать Ладно Я Приду За ним Но Ждите Здесь Он Должен Быть Дальше Вы Видите Как он Собственно Уходит Вы Не знаю Тут Конечно Обстановочка Такая Напряженнее По идее Должна быть Я Хочу Плырнуться К тем Чувокам Пришедшим И Спросить В общем-то У всех Чисто Чисто Поддержать Разговор Оружие Вам Дали Дарья Ну Сейчас Это Другой Уже Ну Предположим Да И Что Для Ничего Странные Вы Для Нас Вы Хажите Стан Клон Чисто Нет Почему Говорит Только Один Я Не особо Разговор Чем Я Постукиваю Типа Пальцами По рукоятке Меча Тот В ответ Постукивает По рукоятке Винтовки Я Сейчас Заведу Он Сейчас Заведет Чисто Чисто Они Своего рода Телохранители Окей В каждой сессии Вахи наступает Такой момент Когда Один становится Главным А остальные Телохранители Почему Всегда Это Льо Почему Всегда Все Полчат Я Заколебался Раз На Раз Льо Ладно Я Я Делаю Общительность Делаю Общительных Персонажей Только В ДНД Где Они Быстро Умирают А Здесь Боев Персонаж Они В итоге Не Сражаются Но Все Равно Умирают В Бою Понимаешь Они Не Сражаются Все Умирают В Бою Это Парадокс Интерактив Да Ладно Секунду Че Там Винтовка Зеленый Цвет Нет Понимают Древний Готик Высший Ты Имеешь Ввиду Они Сейчас На нем Говорили А Она Здесь Ну Да Сколько Себя Знаем Или Вы Про Кто Как Вы Здесь Столько Поколений На Этой Монете Всегда Здесь Были Великая Птица Нас Сюда Сбросила Мы Насколько Я понимаю Великая Птица Умерла Да Здесь Как Раз Неподалеку Скелет Великая Птица Мы Пролетели На Живой Великая Птица Я же говорил Что Это Скелет Ты Не Понимаешь Высокий Готик Блин Ну Я же В Интерском Флоте Служил Почему А Ты Кстати Понимаешь Найц Жог Да Мы Пролетели На Живой Великий Птица Живой Великий Великий Птица Живой Ух 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 Много Это Я не могу Поверить Тебе Звучит Да Ты Только Придумал Я могу Показать Ладно Лучше Говорить Нашим Боссом И Кстати К этому Моменту Я думаю Уже Возвращается Вместе Нет Я хочу Чисто Напоследок Ему Действительно Протранслировать Сознание Картинку Типичного Имперского Флота Ты Хочешь Чтоб У него Случился Майндблоуин Да 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 Давай Сразу Из моего Сознания Вгиб Умного Довочка Я там служил Так Давай Так Я Протягиваю тебе руку Тирос Дай руку И Протягиваю руку К голове Этого чела Параллельно Делаю какие-нибудь Спецэффекты Типу Искорок Я думаю Когда ты Протягиваешь Искращуюся руку К его голове Он немножко Не Не Уже После того Как протягиваешь Чтобы Для остальных Ты выглядел Папостно Как Какие-нибудь Молнии Протекающие Из одной руки В другое Роль Эту дрень Короче Пожали руки Ну Просто Типа Если Цель не сопротивляется Там не нужно Встречные Кидать Скажем так Тут Я могу Чисто ради дублей Против До неожиданности 87 Из 92 Два степени успеха Ну как-то В общем Получилось Ты Вешему Смутные Картинки Вот этих Всех Имперских Кораблей Огромных Махин Десятикилометров Двух Километров Вообще Всех Размеров Которые Он Может Представить Они Все Выглядят Чем-то Напоминающие Их Великую Птицу По Его Мнению И Напоследок Я ему Хочу Показать Даже Даже Этих Смутных Картины Достаточно Чтобы Несколько Прифигеть По-моему Я хочу Напоследок Ему Показать Чар С высоты Как раз На нашего Аркмеханикуса Я думаю После этого Он Встанет На ближайшее Не знаю Сколько Чисто Ладно У вас Минус Один Небесь Приходите Дети Служить Олимпийский Флот Как бы Оу Теперь Олимпийский Флот У него В башке Плюс Новобранец Оу Повезло Так Хорошо Ладно Все-таки Приходит К вам Татуарль Поширше Побольше И Он Держит Уже В руках Сказать Мильту Неплохо Неплохо Да Неплохо Неплохо У них есть Оручья Чтобы сражаться С Некронами Возможно О Ну так Отличный Новобранец Как бы Да-да-да Так Ну У него Это Но Она Такая Очень Затрюканная То есть Скорее всего Блин Через раз Стрелять Будет Скорее всего У нас Велегиптицы Примерно Нового возраста Ну Ну Вот С Этим Я Ночу Ночуешь Ха-ха Хочу Хочу Начать С телепатической Связи Как бы Тут уже Встречный Проброс Сначала Телепатическая Потом Телесная Все с тобой Ясно Сейчас У меня Выпало Из головы Как его Звать Сначала Телепатическая Связь Потом Швыряни Все По-классски Псайкер Спит Замельту Все Понятно Типичная Вага Да Октавию Все Вспомнил Да Да Встречный Проброс Минус Десять Двадцать Четыре Доволен Как слон Он Профукал У него Много Степеней Провала Поскольку Он Главный Я В общем-то Хочу Прочитать Полную Картину Того Что Здесь Происходит Я Тебе Че В Я Тебе Открываем Вархаммер Лучше Ты Мастер Ладно Давай В общих Чертах Чтобы Если Че Там Уточнить Он Патик Я не вижу Никаких Этих Бородатых Стариков Похожих На Ролика В Его Воспоминания Между Прочим Между Прочим Ты Видишь Бородатых Стариков Ты Видишь Какие-то Воспоминаниях Заваленные В песке Подржавевшие Доспехи Напоминающие Силовые Доспехи Но при этом Не для Маринов А для Человеков Обычных Ну Я Напоминаю Что там Должны Быть Специфические Они Должны Быть Специфические Со Знаками Инквизиции Вот этим Вот всем Причем Сразу С нескольких Ордусов И вот Это Читатертические Должны Быть Специфические Инквизиции Это Ничего Такого Не выцепляют По Их Состоянию Непонятно Типа Я думаю Оно Если бы И было То наверное Не сохранилось бы Чтобы Это было Различимо Хорошо А что по местным Поселениям Сколько там Жильцов Поселения Такие Знаешь Поселок Городского Типа Это Сколько Получается Человек Ориентировочно 200 300 Пускай Будет Ладно Деревушка Основной Способ Собственно Передвижения Это Баги Как ты мог Уже Понять Он По факту Является Что-то Типа Главного В этом Поселении В принципе Одном Из При этом Поселения Объединяются В кланы Кланы Несколько Три Основных Надеюсь Один из них Называется А3 Один из них Буквально Называется Дака А Второй Второй Тебя Харконом Получается Как Они Уважительно Здороваются Друг С другом Уважительно Здороваются Друг С другом Ух 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 Как-то Так И как Его зовут Еще раз Октавий Октавий Доктор Октопус Как Обращаются Ну Официальное Обращение Павсон Как мне Его называть Смотрел Киндзадза Смотрел Очень давно Вот Филь Киндзадза Там Все Кто Ниже Рангом Вацаки Делали Ку А Все Кто Выше Друг Друг На Равных Они Ку Не Делали Они Вообще Были Типа Чересчур Высканяли То есть Они По факту Не здоровались Мы пришли Чтобы Помочь Вам Найти Дарья Так Сейчас Тут Должен быть Так Он Если что Уже Не молодой Но Еще не старик Похож на По По нему Не скажешь Даже Не знаю Короче Явно Выглядит он Больше Чем Ему На самом Деле Так Повторяй Еще раз Мы пришли Чтобы Помочь Найти Вам Дарья Ну Это Конечно Хорошо Но Кто Вы Зачем Вы Здесь Это Вы Из Какого То Клана Которого Я Не знаю Нас Принесла Птица Живая Птица Я Я Показал Эту Птицу Вашему По Моему Ты ему Не птицу Показал Ты можешь Рассказать Ему Я возвращаюсь К тому Который Вал Сейчас Что Птица Она Высоко Видит Все Она Их Много Они Огромные Даже Больше Чем Наша Такой Бред Там Дальше Идет Непонятно Показать И вам Я Как-то Засомневался В безопасности Данной Процедуры Он Привыкнет Это Культовый Шок Надеюсь Ладно Если ты Говоришь Что можешь Помочь Нам Найти Дарья Я Вопрос Как Мы Лучше Если Ледопыты Я Ничего Указываюсь Куда Они Моглядеться Их Не Было Уже Месяц Вы Никогда Не Загадили Сюда Внутрь Нет Потому Что Всегда Они Встречали Нас Что Обычно Они Вам Давали Припасы Хочу Как Раз Считать Были Черные Шары Вот Он Он В отличие От других Единственный Из тех Кого-то Пока Сканил Память Он Видел Их Поскольку Он В основном Как раз И Контактировал Как Ледак Он Заходил Чуть Поглубже В эту И он Мог Видеть Там Иногда В этих Граммитетах Когда они Еще были Работоспособны Сейчас Там Все Отключено Как будто Вырубили Ставни Закрываются И так далее Видно Было Что В Таких Сайфайных Ящиках Лежали Вот Эти Сферы Я Хочу Аккуратненько Перетасовать Его Воспоминания Так Чтобы Положить Как раз Воспоминания О Черных Шарах Чуть Повыше Так сказать Чтобы Они Всплыли У него Перед Глазами Шары Я Не знаю Они Никогда нам их Не давали А Чем они Что бы Случилось С тем Кому они Выдали Я хочу Странслировать Наверняка У нас Хоть кто-то Этот шар Потрогал Да В этой Пати Никто Нет Не в этой Пати Там На корабле Когда его Исследовали Когда Исследовали Разве Что Подопытные Какие Неполицы Но Они Сразу Уничтожались От греха Подальше Тихо Трогало Шары Тихо Тихо Трогало Тихо Тихо За секунду До уничтожения Типа Их Лицо Искаженное Гремацами Ужаса И безумия Вот Эту Картинку Я ему Хочу Странслировать Так Чтобы Видно Было Что Он Держит Черный Шар Зазорвался Вошел Выброс Так Что Это Было Это Мы Нашли Один Из Подобных Шаров В нашем мире В Вашем Мире Да Вы Имеете Ввиду Вы С Других Звезд Вы Планет Как Чар Я Хочу Показать Ему Картинку Ладно Ладно Хочу Хочу Сказать Ему Картинку Чара С Орбиты Найс Пик Найс Чар Бро Найс Чар Бро Зрители Минус Да 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 Это Ведущий Да Нпс Фроги Нпс Вообще Вофиг Да Там вообще Какая душнота Началась Реально Я надеялся Что Андушно А получил Списец Как душно Так Кстати Так Кинь В В В В Внимательность Нет Давай Давай О Кто-то Скидает Кром Меня О Кто-то Взаимодействует Да Просто Блин Нарова Активичи Приз Кто-то Кроме Дракон 68 Мы Не социальные Персонажи Устроил Душнил Разговорами Я сюда Драться Пришел Мечом Делать Бонг А ты Это Что Такое Происходит Так Сколько У тебя 68 Бесприятия 68 Там 102 Команала Так Теперь Надо Пух Сколько У него Самого А ты Мож Переброс Жище Да Могу Давай Там Минус Десять Будет Так Или Че Какой там Бибов Он Видит Эту Картинку Но В этот Же Момент Он Она Перебросила За счет Спыла И выпала Семь Ладно Давай Тогда Ты Сначала Ты Замечаешь Что Гробница Или Точнее Склад Так То Так То Должен быть Охраняемый Иметь Хоть Какие-то Системы Защита Это Видишь Что Один из Этих Придурков Которые Вас Сейчас С вами Трендят Они Дурные Это Придурки Один из них Задел Задел Явно Какую-то Систем Защиты И Поэтому Что-то Блин Шебушит И Что-то Сейчас Гробницей Должно Произойти Судя По Звукам Еще Пока Что-то Слава Заметным Будешь Будешь Что-то 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 Закопниться Не так Что-то Что-то Сделали Что-то Кто Это Тоже Замечает В этот Момент И Его Реакция Незаблюдительно Он Прямо Таким Он Увидев Твою Картинку Он Срочно Уходим Отсюда Здесь Что-то Не то Он Просто Своим Рявкнул И Они Буквально Понеслись Потому Что Так Скорость Ловкость Все Пробудили Микронов Пробудили Микронов Нет И не нафиг А хотя Нет Можешь бросить Себя Но только Если что Можешь Гребти От последствий Хорошо Если я Провалю Ловкость Буду Швырять Себя Что-то Одно Из этого Так Ловкость Так Да Ловкость Мне Мне Очень Не нравится Бежать Акробатика Нет Акробатика Силы Кидается Подожди Акробатика От ловкости Акробатика Силы Я думаю Можно по-разному Бежать Акробатика Или от Атлетики Я Я В ДНД Скатился Акробатика Третьяка Смотрите Давай Третьяка Давай Давай Нужно Давай Мы поелись От лазерных Лучей Мы Убегаем От толпы Некронов Что мы делаем Кто Мы Такие Сейчас Кидаешь На Акробатику 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 То есть ты предлагаешь мне выбросить 14, да? Ты предлагаешь мне выбросить 12, да? Да. Я швыряю себе. Технический переброс, это было ребра, ничего не знаю. А, ну понятно, 63, я умер. Я готовлюсь к встрече с некронами. Давай, так, следующий, кто готов? Я не знаю, у меня какие-то ебаные стопы. 62. Я думаю. Так, следующий. Короче, я их приобнимаю, так и швыряю. Человек типос. Все понятно, опять всех спасать. Давай, давай. Так, мне нужны желтые. Что у тебя за час перс такой, блин? Они плохо работают. Они на пси работают хорошо, а остальное плохо. Три! Куда мы летим? Отлично. И куда мы идем? Смотри. Псайкер и импат. У тебя там не было дубля еще ни разу? Ни разу. Да ты чертила. Я просто верю в императора. Император верит в меня. Император верит в твою веру в тебя? Да, да. Ну, псайкер. Я верю в свою веру в императора. Так, короче, вы видите, как гребаная, блин, гробница начинает сужаться, начиная от того, этого, конца коридора, короче, откуда эти пришли. Караоке пауза просит. Караоке пауза. Нет! Флекс пауза на музло. Музыку из готи карманы, музыку из готи карманы. Там караоке версия Го Го Пираки. Совместная. Го Го Пирака. Сказать, сколько он на это задонатил? Две тысячи? Две тысячи. Отмени просто. That's how democracy works. Ты можешь отменить вообще? Андрей, Андрей, попробуй отменить. Вот, секунду. Дай печеньки. Ладно, если не сможем отменить, то исполним на следующем стриме. Сейчас. Тише, 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 тише. Тише, тише. Тише, тише, тише. Я смотрю по стриму, там, типа, нормально должно быть. Прокинули. Да так и надо. Не соперачивайся. Леонид психилом не заставит тебя отменить донат. Ха-ха. Ха-ха. Доминированием. Ха-ха. Ха-ха. Все, настроил. Вы летите ракетой, обгоняете этих, блин, боборигенов. Поверху при чем. Да-да-да. Ха-ха. Между ними, типа, прилетаешь, они здесь такие... Ха-ха-ха. 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 Он жив? Да. Ха-ха. Он был достаточно близок к выходу. Следующий, чем, которому показали эту... Да, ты про него спрашивал. Что? Чего? Которую птицу фигивал? Он жив? Порвожди, 06, на того, кто умер. Секунду. Ха-ха. Вот про него я что-то забр... Ха-ха-ха. Вы его не видите? Вы заплатите за это, Эльдары? Ха-ха-ха. Мы сейчас лечили, что это было вступление к Алладину, да? Так, ты кидаешь на грёбанное восприятие. Поднимайся, я хочу это. Давай это, жизнь за жизнь, я спас тебя, ты не убиваешь моего батю. Уупс, Сайпер. 33. У меня 63 на восприятии, я 33 кинула. 45. ты замечаешь еле-еле еле-еле вот вообще не знаю как да потому что там с дебафом но мне лень считать дебафы я просто постепенно успеха видишь полу размытый песок как будто его буквально кто-то заплюрил в метрах 100 в сторону и его много заплюренного песка по пси щупаю его пси щупай но это не все силы этот восприятие мотоцикл кстати был где напомните он был в гробнице или на входе на входе на входе там прям перед его колесом так захлопнулась очень фигово щупается 55 36 очень фигово щупается очень фигово щупается какая же вам так вы видите что там шагалит песок запретные знания кидай на ксеносов ксеносов у кого от чего они там от интей у кого интей больше ролики у меня 37 по-моему 36 если я ничего не буду сейчас глядом я забыл бахнуть еще раз мне тоже ксенознания нету там 35 у тебя 41 интеллект а ты кидаешь на ксенознания 35 87 это брух что-то брух какой-то если честно почему когда надо не ролите почему когда надо не ролиться короче что происходит кажется мы не умерли вы встаете блин и это знаете картину это все захлопнулась мотоцикл цел и если что вам до него метров пять вы перелетели просто его метров пять но и в люльку можно залезть и пофлексить блюр где-то в метрах 50 я говорю 50 фигня всякая звонит нафиг идет сейчас беззвучный дух теперь больше не звонит кирус в люльку снять будем вот туда эти при руки там что-то не понимает что происходит то у них такая полупаника разве что дедок там еще так сказать сгребает их всех в дружную кучу я хочу их задоминировать типу успокойтесь нафиг сколько их осталось так смотри было 6 плюс 2 8 2 минус 6 я получается иду бегу короче от пятого ки рейтинга кидаю троих троих могут задоминировать главного и кого-нибудь еще это главное спокоен 74 ну да ну да не могу задоминировать они надо это не доминируется я сразу чувствую понимаю что надо устроить перевал я могу устроить и дождь из крови так надо подумать что с вами делать секунда ну что я уже время я я ролю его не быть сейчас я я роли я роли не будь по силам андреи так сейчас где там у меня мне нужно просто резко и неожиданно произошел конфузы а сколько у тебя армору товарищ тирус и ты же бежишь сейчас да а вы относительно чили меня аж типа 6 на тело 3 на этот внутри на голову ну да это плюс так это нога и они вот сейчас вижу а это корпус так в корпус сколько в корпус 66 пробития тебе дома же сейчас влетает со стороны этой было влетает 6 урона с тремя пробития ты получаешь это сгустком у лазерной такой энергии ты бежишь мыльное песко бьет меня лазером да да мне полетят три урона тогда в сумме мне неприятно в корпус прилетает так чисто пока ты бежишь и на этом самый тот самый эльдар который в анвис уходил зараза такая у тебя реально флэшбеки и я опять задеваю меня этот стол постоянно это прям друг друг брухающий всякий будет провязано же сгой выкинет дубль будет брух короче сейчас запутался просто чё я хочу использовать швыряния и песком в ту сторону просто поднять тупо да 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 видимость да 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 ты можешь выдернуть под песок ну теоретически могу выдернуть под песок вниз а ты бы дерну ту фигню 50 метров вниз вы ее достаточно это будет очень сложный проект то что ты даже визуально видишь мыло только ну вот да лучше лучше песком его накрыть лучше наоборот закопать песок там бота пираку требует если что я я сказал на этом стриме пираки нет мы либо вернем деньги либо на следующем стриме выполним всех пирак и караоке в том числе мы не обучаем достанете а для андрей вернем деньги ты будешь стремиться так роль сейчас мне нужно 3 опти рейтинга бахай бэу 51 из 52 плюс 20 успех короче да 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 три степени успеха я могу ему еще урон я могу ему и урон нанести и отбрасывание сделать и урон и отбрасывание да это как стой ты типа если три или более степени успеха то это же песок фигачил типа да намного песка могу сколько урона урона так 1к 10 плюс 3 1 1 плюс 3 4 урона забей на урон отбрасываю на 1к 5 метров и падает на землю ты просто в ту сторону кидаешь кучу песка все это мыло оно покрывается и ты видишь теперь очертания сколько их как тебе сказать это какой-то даже я сказать там или зеленые скелеты зеленые металлические скелеты это больше вертолет это босс павук это такая паукообразная фигня сидящий на ней блин непонятный тело к сожалению будет все таки песком и мыло то есть не понимаешь что это конечно что то там на нем сидит тело какое-то металлическое зеленое смотрите босс павук павук огромный артур просто вернуть ему деньги мы после стрима разгребемся после стрима разгребемся нильс ты что делаешь теперь стреляй в павука уезжай отсюда у вас так то бибика есть а павук предположительно не такой быстрый но предположительно достаточно мощный я на просто заведется напоминаю что он у вас переворачивался так что техпользование давай там конечно простая проверка там все починилось моими шедевральными швыряними уже давно ты конечно выдохнул песок поэтому не такая же павук кстати постепенно с него спадает маскировочка зеленый давай ты стреляешь а я швыряю твой болтерный снаряд ладно пусть и болтер болтерный какой то все это все болтерный снаряд практически ладно вы бахаете с болтера и роль свой болтер а ты потом подумаем что с тобой сделаешь хорошо я не знаю как ролить болтер да ты сто на навык стрельбы тупо у меня но кстати у меня нет владения тяжелый болтер сейчас скажу у меня тут есть нет стабер у вас не стабер у вас болтер я попутал так сорян то есть так стабер или болтер стабер окей все равно нет анимация санса он пулемет такой обойма 4000 у твоего тяжелого стабера так что я вообще не попал ты ты сколько роль ну я роль нул 4070 34 я целая на стене кровала я тебе еще помогу давай давай да швырни паука на мои снаряды ахахахахаха у тебя 8 пуль вылетает так то с очереди там по там да помните 8 пуль там надо всех же ролить по-моему поделился вархаммер да ты все-таки это сделал да тут просто нет 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 там же не нужно ролить там если это полуавтомата там плюс сколько-то на попадание по-моему просто или там за каждую степень успеха обычной атаке плюс 10 на тех навыку стрельбы я попрошу но у меня все равно ну типа 37 сколько мне уверену 42 47 47 из 34 если он не попал мне по-моему там хоть пулька то давно было попасть забыл да я могу помочь давай просто пока найду пройдет лет 30 фиг так ну-ка щас так смотри это короткая очередь наверное верно это длинная очередь 8 длинная очередь чаще еще сейчас это стабир тяжелый он пока длинными делает и никак иначе длинная очередь минус 10 на ук стрельба на попадание за каждую степень успеха. А, ну у меня, типа, ок, у меня минус, это, у меня получается минус три степени успеха, минус две. Как-то, конечно, очень фигово, репрезент. Репрезент, турист, вот хи. Ладно, короче, грёбаный пулемёт у тебя просто делает ореол вокруг паукана, достаточно крупного. Я хочу сделать ореол таки язык. А ты поролить, конечно, можешь. Паука протаскай просто по всему этому ореолу. Ну, кстати, паук на сколько? Тяжеленная скотина, не парься вообще, типа, забей. Ну, ладно. А болтерные снаряды? Лёгкие, как пёрышко. Ага, ладно. Болтерные снаряды, да, брах. А, смотри, я их могу телекинетическим контролем подкорректировать как раз-таки. Это очень сложный проект, чтобы на лету точно так наводить. Не точно, ну, просто у телекинетического контроля плюс 20 по умолчанию идёт. Ты можешь мне там минус 30 сделать. Тут швыряние должно быть, а не телекинетика. Нет, телекинетический контроль чисто, чтобы их скорректировать как раз, чтобы они попали в цель. Чисто. Швыряние-то немножко другое. Ммм, мана, но всё равно проверка жёсткая. Ну, минус сколько? Пси, рейтинг, макс. Пси, рейтинг 5, да, окей. Ну, там как раз в пределах 50 метров. Это всё будет контролиться. А сколько весит один полтурный заряд? Это стабер. Достаточно мало. Э, где хон? Нет! Куб победы! Даёшь дубль. Это куб победы. Дубль! Никаких дублей в мою смену. Да с чего? Просто очень плохо. 71 призываться. Ну, кстати, это ровнёхонько. Это 71 из 72. Сука. Ладно. Тимоха, кидай 8D10. Нет, вот хаммер, за что он достиг меня даже здесь. Ладно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 8, окей. Типа, наверное, надо напомнить, как. А чем нужны? Просто сумма? Так, 10. Отдельности пробития. А, сколько там нужно? Минимум, вот какой? Минимум... Сколько пробитий у стабера? Минимум, типа, десятку надо мне. Сколько у стабера пробития и плюс урон? Пробития 3, плюс урон 4. Короче, мне нужно, чтобы... То есть нужно 4 или больше, да? Пробитие 3, урон 4, плюс 4. А броню надо пробивать в минимум десятку. То есть нужно 3, больше 3, да? Получается, да... Ну, тут получается 4, 4, 4 и 6. Да, 3 четверки и шестерка. То есть с каждой четверки по единице, то есть 3, и с шестерки еще 2. Да. Не, то есть еще 3. Еще 3, да. То есть получается 6 урона. 6 урона. Результативно. Окей. Так, а вы сколько наролили стоит? У тебя что выпало там? Десять номеровала выпало. Нет, число 40... Сколько там, 42? 47. 47. 74, то есть. Ага, это то есть вы в корпус в основном. Ну, вы там его поцарапали, короче. По нему полетели пульки и там поцарапало, да. Нет, газы. Очень давно. Вы несетесь по барханам, просто подлетая над ними. А где, а сейчас с этими чуваками начали? С чуваками, вы когда газанули и фигачанули пыль, их, собственно, в пыли укрыло. И после этого вы, собственно, не слышали выстрелов. Но при этом, уйдя за бархан, вы слышите яростный топот ножками. Такой. Так, это паук или эти челы? Что вообще может топать ножками по песку? Понимаешь, ножками? Металлическими ножками. Металлическими? Ага. Ага. А ну здесь, какого цвета ножки? Можно потом это изучить? Вы в песке весь в пигачере, блин. Зачем? Смотри, он там не должен клинить или что-нибудь такое. С коробей Терри, наверное. Ну, как тебе сказать, чтобы он заклинил, нужно... ...постараться. Закинь его еще песка, господи. Делай так, чтобы он запнулся и упал в бархан. Кстати, хорошая идея. Я кастую швырянь на гребень вот как раз с той стороны, откуда... ...топот ножек, чтобы там просто все в пылище было. Убиваем меня. Кидай. Песком. Это от первого пси-рейтинга можно? Это от максимального пси-рейтинга. Тут сейчас просто... Это важно. Ну, окей, я ему, если что, еще урона. От максимального пси-рейтинга это 100 метров. Тут важно. Ладно. Дубли-ти сейчас. Черт с тобой. Это что? Это один? Это девять вообще. Технический перерос, ничего не знаю. Ладно. 34. 34. Никаких дублей в мою смену. Это 4 степени успеха, максимальный пси-рейтинг... А, 5 степеней успеха. Нет, 4 степени... 4 степени успеха урона. Андрей, короче, в каждой следующей сессии должен быть неприкасаемый ПКД. 3 плюс 5... Ну, короче, ровно 10. Когда тебе уже варпом бахнет динч прямо в зад? И еще один к 5 метров его. Когда динч тебя взад варпом бахнет уже и заколебался. Это сам вылезет динча мою. Вот-вот. Ты опрокидываешь бархан ровно в тот момент, когда паук хочет на нее забраться. Вместе с ним, вместе с ним. Он тыгает и заворачивается на... На 5 метров! На 5 метров! Он летает на 5 метров! Он просто так... Заворачивается. Стреляй по нему в полете! Стреляй с табера. Стреляй с табера мне. Без помощи. Ладно. Черт. Водятел, кстати, такие флексы должен профлексивать. Стреляй с технических перебросов. Ничего не знаю. 37. Не попал. Нет! А там же еще минус 2. Скинь на вождение. Там важно сейчас. Эпичный на него не попал. Я ближний. Я не дальний. Ловкость минус 20. Поскольку не изучен, но... 21. 21. 21. Но ловкость всего к 2. Это... 21 из 22. У меня есть слух Из-за всех этих флексов с отталкивания бугров Чуть-чуть подспускается Дюна, но Нинс еле-еле удерживает и едет дальше Ты, блин, роль грёбаный Stubber Я уже заролил, я промазал 37 из 24 Ты просто разворачиваешься и делаешь и брух Вы втапливаете это сказать дальше, я понимаю, дальше не тормозите Естественно Топите дальше В каких метрах они? И где-то уже оторвавшись на метров эдак 300 Ты замечаешь, что паукан наконец-то что-то взбирается обратно У тебя ощущение, что если бы эта машина могла бы мутюгаться, она бы мутюгалась По крайней мере, наверное, её водятел мутюгается точно Ну, не кроны-то, наверное, могут мутюгаться Мутюги на бинарном, да? 0-1-0-1 Скорпион И Я понимаю, вы втапливаете до Аруса, да? Да А, кстати, у вас, например, связь всегда есть с грёбаным параллелем Да, я вот как раз хотел заявить, что надо связаться Паука обрагинули хаа? Нас преследует элидар на... элидар же, да? Нас преследует кто-то на пауке, большой, мы его перевернули, оторвались, едем как бы, запрашиваем огневую поддержку, надо уничтожить эту хрень. Прием, понимаю, сейчас выйдет группа захвата. Какая группа захвата? Откуда группа захвата? Ударная группа. Ударная группа захвата. Я надеюсь, ты на Арвусе подлетишь просто, выстрелишь пару раз и все, да? Ты кого? Ну, нашего пилота. Я думал, ты на... Да нафиг нам они. Ты кому звонишь на салон? Ты кому звонишь вообще? Куда звонишь? Я с Арвусом... Нужна поддержка с воздуха, нужна поддержка с воздуха. Where is our support? Арвус угрожает нам бомбардировкой, Арвус угрожает нам бомбардировкой. А потом набираю тех чуваков сверху. Мы с паучком воюем перевернули его. Сейчас аэросаппорт прилетит, но вы на всякий случай вышлите тоже пацанов своих. Короче, вышлю. Повторять не буду. Арвус к вам вылетает навстречу. И где-то спустя пару буквально минут погонит за вами паука, кстати, все это время. Он плюс-минус на одном расстоянии за вами. Я могу еще ему показать. Ну ты, конечно, можешь попредставить, но он далековато. Да, он так чисто... Спецэффекты ему делаешь, но ему пофиг. Он топает. Большую красную точку вставляете, вообще стреляете сюда. Вы видите арвус, вылетающий, подлетающий уже к вам на метрах ста. Будете командовать что-нибудь пилоту? Стрелять? Вали эту гадину! Ах, ты шьё... У него, кстати, тоже, по-моему, стабер. Мы можем вместе пострелять. У него будет в рестор за 16 патронов. Только он стреляет лучше тебе. У меня этого... это было ожидаемо. Если бы я стрелял навыком рукопашной, я бы тоже неплохо так стрелял. Он конкретно лучше тебе стреляет, держу в курсе. Погоди, а у тебя что с навыком стрельбы? Наверное, сложно быть лучше. Мне, по-моему, 50, что ли, мне кажется. Возможно. Кто-нибудь... записывайте цифры. Записывайте цифры кто-нибудь. Сейчас ты сейчас, давай. Сейчас запишу. 6, 10, 9, 8. Ага. 10? Это что, крит? 6, 10, 9, 8. А-а-а... Раните ещё 4, короче, в пазл. Даже ещё 5. 10, 6, 8, 6, 4. Крыльё. Можно это? Можно его умереть? Пожалуйста. Ему должно быть очень неприятно. Чат. Сейчас на ваших глазах вы видите, как ГМ занимается ГМским произволом с ГМом. И понимает сам себя, да. Битва ГМов, реально. Ты обещал более повествовательную, но как бы... Санец. Санец. Это угроза. Он мёртв или мёртв ты? Он... Не мёртв, но... Фу-ка, ему больно. И мне тоже. Всем нам больно. Там, слышно, механические вопли и не механические тоже. Ты как, Эльдар? В некрон, да? Это кто? Он честно такой... Он скрывается, блин, в облаке пыли после этого. Он, знаешь, скрывается, типа, после этого. И из облака пыли вылетает пара его ног, блин, механических. Какого они цвета? Они зелёные? Нет. Нет. Ладно. Они не зелёные. А кого они цвета? Ржавчины. Блин. Может, и зелёная ржавчина? Что если это... Две Минекроны? Дартмол. Поэтому вы не видели его цвет того, что было... Как будто он в песке, а он так-то просто... Сам по себе, блин, облезает в краске и ржавчине какой-то. Угу. 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 Да, краски нет по макуу. Просто ржавчина сплошная читайня. Собственно, поэтому вы его хоть чуть-чуть пробиваете. А-а-а-а... Вы едете дальше. Он отключает. Вы будете ждать пока он... Клуб пыли зафигачащ�ся, да? Ну. Потому что, пока что из клуба пыли нет все движения... А-а-а-а... Клуб пыли... Песка, точнее, извините... anecdote. Чуть-чуть рассеивается И вы видите, как этот паукан после того, как по нему попали Судя по всему, накернулся ногой в песок ногами И сейчас пытается выпраться Прием, Арвус, добей его Я тоже могу пострелять за компанией сейчас А помощь огневая вообще будет еще? Да, 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 сейчас Постреляем за компанией, ок У нас тут просто, понимаешь, чел, который на рукопашке вообще Сидит за Волтером какой-то чел Я могу с мечом на него побежать Нильс, это тебе сколько на стрельбу? 53 Может, ты свапнитесь? Ну точно, кто придет Ты водить сейчас не надо В предыдущий раз вождение Нильс на капельке спасло вас от фиаско Ну, это да Желающие пострелять? Нет желающих поставить, опять мне бахрить Я уже промахнулся, да Он промазал всем, чем мог вообще промазать А сколько метров до них? Так, вы когда остановились в езде? Ну, когда вот... Видно было, что у него ножки отлетели Вызвали на него правой дождь, я не знаю Это метров, получается, вы держали... Вы держали дистанцию метров 200, остановились 250 Вот Сейчас, сейчас Нам нужно иллюзии дождя Этот не попал Паукан... Для тебя она будет вполне реальной Вы что-то делаете? Кастую на них галлюцинацию Кого? Короче... Эта дрянь вылазит из песка и... Делает бойник, походу, такой хороший бойник, кстати Твою мочу лунует Арвус тебе за... Так, сколько метров до него? 250, примерно Аа... Не мейджин, это штука сейчас на выстрел убивает арвус Сколько у арвуса броня? У тебя... Ты, блин, был, сейчас, секунду Тут... Вызов, круто Учстишь, что надо у вас этой техники, нет? Или это только в Генезе так работает? Тут тоже работает Приыграл Тут тоже работает Аросу прилетает прямо в Двигло Ага Нехилый такой сгусток плазмы И Двигло начинает барахлить А он что-нибудь сделал? Пострелял по нему? Кто? Этот? Да-да-да, он промахнулся полностью вторым залпом Я даю ему 5 С земли Чисто не писевская Ждем отдельную историю Я бы порофлил про числа 1-4 и дальше не буду говорить А что, тебе это настолько и выпало? Нет Я про то, что... Ладно, забей Арвус Не падает, но теряет высоту постепенно Гэмский произвал Гэмстит Но за то, что мы слишком хороши Я хочу посмотреть В бинокль Кстати, надо пилоту выбросить Выбросить пилота сразу оттуда Ладно, он не так плавно падает Как должен был Я в бинокль хочу посмотреть Кто на пауке сидит На пауке Сидит Человек Не, он похож на скелета Который весился кусками мяса По крайней мере, фигура человеческая Точно не эльдарская Скелет тоже может быть человеком Но он полностью вообще в балахоне Его вообще не видно Это все еще может быть некроном Он выглядит, в отличие от тех других Весьма технологическим товарищем Это инквизитор Идем на сближение То есть он Он может быть просто механическим некроном Заглебал Мы враг повсюду, понимаешь Мы не можем быть уверены, что это не некрон В космосе тоже есть, прикинь Они везде Джонни Они под землей Да, особенно под землей Сидит Ну, короче, вы видите эту всю дичь Видите, что армус снижается Ваши действия Походи пострелять еще раз Можно пострелять еще раз Можно поехать Подожди, нет! Нет, я попал! Реально Он попал! Погоди, погоди Попадание дополнительное за сколько степень успеха? За каждую степень успеха Дополнительное попадание У меня получается 2 степени успеха С минус 10? Да С минус 10 2 степени успеха 2 попадания, то есть 3 попадания всего 3 типа атаки я должен прокинуть Стой, стой, стой Подожди В 8 изначально патрон летит А, и еще 2 получается 10? 10, окей А разве это так работает? Не знаю Там дополнительный G По-моему, ты стреляешь 8 И как раз Братан так все Возможно здесь немного урона Не надо Ладно Ну так 2 бы точно Нужные штуки Так, подожди 4, еще 10 А что, дай, закончились? Нет, там Вон еще фиолетовый 10 Саня сказал, что сохранить свою радость на дубль Лео 9 Да, я тоже жду Вот и вот Да все ждут дубль Лео Да там, господи Там еще По таблице Кидать феноменов Там еще Там еще Должно повезти Как бы Хочешь сказать, что пацаны Киры безопасны? Так, подожди Я безопасен Хочешь сказать, пацаны Киры безопасны, император был не прав Держи Подожди, подожди Так Тебе числа пересадят или что с ними делать? 3 десятки Если что Он умер, можно пожалуйста 3 десятки? Да, смотри 10, 10, 10, 7, 6, 7, 5, 5, 8, 3 А где еще десятки? Раз Подожди Два А, и две десятки Это обман Я тебя засканил А я думал, подожди Мне нужно еще одну перебросить Потому что А нет, один, десять Все нормально Десять, десять Какие дайсы вообще участвовали? Вот 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 Да вы очешуели что ли там? Орет он и ему влетает просто в жбан Это один Я говорю Орет он и влетает ему в жбан Блин Кто орет? Паука? Тот, кто на пауке Надеюсь на бинарном Вы че очешуели и ему влетает? Короче Нет, я... Ну ладно Все, поздно, поздно, поздно Так, и? Направь кули, чтобы они летели не ему в жбан Чтобы можно было допросить Прекрасно, да Хочу Блять Пабука, чисто пабука там разоружить Что угодно, но не в жбан Это Сложно 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 Пятый псирейдинг, максималочка И с минус еще двадцать Еще двадцать Так Кто кого перегаялит? Это швыряние или телеконтроль? Это телеконтроль, по-моему Да, как мы уже Так, и еще сколько? Минус двадцать сверху Минус двадцать сверху То есть То есть Просто пятьдесят два или... Давай Давай Дубль 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 ПЯТЬ ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Если бы Джинч мог плакать, он бы плакал, сука. Да, я хочу разрушить, обеззарядить паука, этот человек, чтоб остался желательно оглушённый или что-нибудь такое. Просто убираешь человека на пути, пули пролетают, машина глохнет, чувак валяется рядом. Идём на захват. Наблюдая за этим, как бы Кустодий в Золотом дворце на Тере с ужасом заметили, как из глазниц Императора скелетных вытекла слеза просто. На этом Император такой, типа, мобой. Вы видите, как это тело падает, и от него, кстати, отваливается какой-то имплант от ноги. Это не кронская нога! Зови! Кто это? Кто это? Кто это? Это инквизитот? Это не крон? Это Кастас? Кто это? Кто это? Это Джонис Сильверлег. Вы подходите к нему и снимая его блохон, вы, в общем-то, его не узнаёте, в плане, что это не какой-то из вам лично знакомых товарищей точно. Это человек, в отличие от местных, он не загоревший, в плане, что он не настолько загоревший, как они... Вич, почему я не могу называть имена своими именами, блин, цвета? Короче, вы поняли, что я имею ввиду. Он молочный. Он на удивление молочный и поэтому явно не местный. Ты кто? Ты что? Ты чё, нормально? Да, всё хорошо. Ты, думаю, можешь... Прочитайте уже. Кто? Хартас. Кто? Хартас? Да. Ты знакомый. Подождите, Саня. И на этом мы закончим, так сказать, ваш флекс. А, секундочку. Это... Чел, ты там в порядке, ты в норм приземлился. Саня, ты в порядке. Там, в ответ слышно маты за то, что его вызвали в обстремленную территорию и вот это вот всё. И куча неодобряемых твичом слов, я думаю, тоже присутствует. For Emperor. Конец связи. Координат на пейджерский. Да. Тебя ревнул. Тебя ревнул. Тебя ревнул. Тебя ревнул. Псайкер криминал. Псайкер нелегал. У вас сейчас у вас какой-то, судя по всему, не совсем легальный механикус. Нелегальный тюрьм. Нелегальный Псайкер. Нелегальный Псайкер. Нелегальный арбитр. Нелегальный арбитр. Непонятно что. Я попал! Я поедный. И непонятно что собранные с этим механикусом. Уже, правда, разобраны А, то есть, блин, это было... Починь это ещё Мы армус модифицируем Ахахахаха Армус на ножка Постаточнее шасси, как бы Он может не хватать, если что Он грузом ещё может транспортировать Вы убили его ребёнка Я хочу подразделить Хартоса за грудки Ты видел здесь некронов? Где некроны? Признавайся Ладно, за грудки потом потрясешь Вы потом его допросите А на этом, я думаю, мы закончим Хартусу Ж Слайм Хартус нау Ну, понимаете, вы чуть не грохнули Хартус, это уже класс Да-да-да, его только левый типа и спас Мои две десятки его не пощадят Если что, я тебя спас Ты жив только благодаря мне Вот этот психопат Хотел тебя расстрелять Он слишком похож на некроны Он слишком похож на некроны Да-да-да Ладно На этом всё Следующая ваха будет По-хорошему в следующую субботу Если не будет ещё какой-нибудь иннери Бивониклы Я хочу бивоникл в следующую субботу Ты будешь на бивоникл? Возможно Почему? Ну ладно Практика диплом Логично А те, у кого не будет практика диплом Можете заходить на наш иннери В субботу Или во втором и четверг И ещё блин в ТикТоке и Ютайбе Короче везде есть контент Правда и кое-где залежавшийся Но Главное что контент Ха-ха-ха Спасибо Спасибо что были с нами Смотрите на экран Вот смотрите на экран Сейчас будет контент Да Андрей Готов вырубать, да? Спасибо что были с нами Писали в чат Сидели всё это время И Всем удачи Всем Друзья